Автор против скептицизма. Глава 1. Рассматривая вопрос о доказательстве существования мира за пределами комнаты, Алексей Кардаш показывает, как работают различные версии скептических аргументов и что им можно противопоставить. Что такое скептические аргументы? Допрос. Эти аргументы, они точно только скептикам принадлежат? Мне плевать на борт. Так вот, что такое скептические аргументы? Мне просто поражает этот подход, как будто бы, знаете, скептики, у них какой-то набор аргументов есть и все. Их больше никто не использует, эти аргументы. Как будто бы, знаете, никто больше не верит, например, не знаю, в мозг в колбе. При том, что, ну как мозг в колбе? В кавычках мозг в колбе, да? Как будто бы, как будто бы, как будто бы мир существует, ну вот как бы эти аргументы, они замкнулись только лишь на скептиках. Хотя для скептика вообще в целом, я опять же подчеркну, аргументация, она не специфична, да? То есть вообще в целом, поскольку у скептика нету критерия фундаментального, на который он опирается, у него не может быть и аргументов, ну вот в таком, в чистом виде. Почему у него не может быть аргумента? Еще раз, да, подумаем. Почему не может аргумент? Потому что он сам в этот аргумент на самом деле не верит. В конечном итоге все упирается в то, что аргументы скептика это то же самое, что и сомнение скептика. Он во всем этом сомневается. Вот. Он во всем этом сомневается, понимаете, в чем дело? То есть его аргументы не есть какие-то важные вещи для его, собственно, дискурса. Это не есть вещи важные для вообще скептицизма. Можно отвергнуть все, собственно, так называемые скептические аргументы, если они вообще, если их так можно назвать вообще в принципе, да? Можно их все просто взять и отвергнуть. И скептицизму от этого не убудет вообще. Как бы, окей. То есть я уже подчеркну, я уже подчеркну, да, что начальная цель статьи Кардаша, она уже как бы неправильная. Еще раз подчеркну очень важную одну вещь, что человек, который хочет расправиться со скептицизмом, ему необходимо взять и доказать истину. Абсолютную, там все такое, да, непреложную истину. Все. Прошу. Демонстрируйте истину. Как только вы продемонстрируете скептику истину, от которой нельзя будет отказаться, все, скептицизм заканчивается. Вот единственная форма победы над скептицизмом. А все остальное, это уже, знаете, какие-то риторические приемы, уловки, попытки выразить скептицизм не таким, какой он был и таким, какой он на самом деле есть. Есть попытка опираться на разных людей, которые вроде бы называют себя скептиками, но на самом деле ими не являются, потому что у нас в истории философии возникла большая путаница между тем, а что реально считать скептицизмом, и как с этим вообще работать, как эту идею прорабатывать. Ну, окей. Поехали. Это будет долго. С большой долей вероятности, вы сейчас находитесь в комнате и читаете эту статью. Если это не так, то просто представьте, что вы все-таки в комнате. Вопрос в следующем, как вы можете доказать, что существует мир вне этой комнаты, не выходя из нее? Как я могу доказать, что комната, блядь, существует? Как я смогу доказать, что существует комната? Как я смогу доказать, что существует мир, блядь, вне нее? Ну, я не знаю, я в окно выгляну. Как доказать? Это будет на уровне феномена все. Фундаментальное разделение скептиков на феномены и иномены, оно абсолютно, ну как абсолютно, это как бы вот такая вот база. Есть мыслительные разные наши процессы, а есть феномены, которые из них, собственно, не из них происходят, просто есть феномены. Я могу выглянуть в окно из комнаты и увидеть, что там, ну как бы, есть феномены мира. Вот так вот скажем. Только я не знаю, есть ли мир на самом деле, так же я не знаю, есть ли комната на самом деле. Ну да ладно. Несмотря на видимую легкость задачи, описанная ситуация в полной мере сталкивает вас с проблемой скептицизма 1. Пожалуй, одной из древнейших проблем философии, которая, в отличие от других, вечных вопросов, действительно имеет значение в том числе в своих исторических формах, а не только в современных интерпретациях. Пять тропов античного скептика Агриппе-2, жившего в первом веке нашей эры, содержат в себе проблему эпистемического регресса, которая сохраняет свое значение и для современной эпистемологии. Смысл проблемы эпистемического регресса в следующем. Если следует придерживаться только тех положений, которые имеют обоснование, доказательство, аргумент в их пользу, свидетельство и так далее, то каждое обоснование должно иметь обоснование в свою пользу, что приводит нас к бесконечному регрессу, в котором нужно приводить все новые и новые доводы в пользу уже выдвинутых. Ну, это не обязательно формально, то есть мы в теории могли бы доказать истину, и на самом деле скептики, наверное, не выступают против этого, потому что сомнение-то оно в том числе является и сомнением в адрес, собственно, того, что познание невозможно. Может быть, можно составить такие истинные тезисы, истинные такие посылки, из которых можно все выводить. Может быть, как бы скептика вам заранее не скажет ответа. Но просто обычно получается регресс. В обычной жизни такой регресс может быть известен вам как бесконечное «почему?». Если достаточно упорно задавать этот вопрос, то в определенный момент собеседнику будет нечего ответить. Что интересно, даже такой игрушечный скептизм неплохо демонстрирует свою силу, поскольку многие люди уже на третьем повторении «почему?» могут ощутить либо недостаток оснований у своих взглядов, либо хождение по кругу, выраженное в повторении одного и того же, но разными словами. Как бы то ни было, аргумент от познавательного регресса – это лишь один из инструментов скептицизма, к которому мы вернемся позже. Один из многих. Один из многих. Я бы даже сказал один из бесконечного количества. Кардаш, мне кажется, не понимает одну фундаментальную, соответственно, суть скептицизма. Скептицизму абсолютно не важно, какие аргументы озвучивать, понимаете, в чем дело. Просто вообще, в принципе, плевать. Ну что с регрессом? Ну что с регрессом? К чему аргументирует регресс? Когностицизму же получается, да, если так подумать? То есть познание невозможно, получается. А что, скептик уверен в том, что познание невозможно? Вы уверены? Нет, не уверен. Скептик в том, что познание невозможно. Если человек считает, что он скептик, и при этом он уверен в том, что познание невозможно, он, соответственно, не скептик по определению. То есть, по сути, инструментарий и скептиков включают в себя всю историю философии, до которой он может дотянуться и которую он может использовать И также свои собственные инструменты, которые также скептик может предложить Как-то так Дело вообще не в мозге в колбе, например, и дело вообще не в регрессии и даже не в тропах Агриппы На тропы Агриппы можно, в принципе, болт забить Да, они есть, это история скептицизма, да, по сути, да, был Агрипп, вероятно, он был скептиком И, вероятно, он озвучивал эти самые аргументы, окей, пять штук, соответственно Но проблема заключается в том, что все эти тропы нельзя считать, знаете, какой-то основополагающей программой скептицизма Именно по той причине, что у скептицизма, по сути, нет программы И все эти тропы, они именно что тропы, они какие-то аргументы, верования, догмы, да, там То есть выбрано специальное слово, которое отличает эти положения от, соответственно, всех остальных позиций, от догмы и всего остального Скептики это сделали не просто так, да, это не просто так было сделано Это было сделано, ну, с определенным умыслом На самом деле нет никакого смысла обращать внимание на эту всю аргументацию вне контекста тех или иных дискуссий и споров Скептик включается в контекст какого-то дискурса Исходя из этого контекста, он предлагает свои контраргументы А в другом дискурсе, щелчок, все, эти аргументы уходят на задний план, мы используем другие аргументы Сейчас я предлагаю использовать ситуацию с комнатой для того, чтобы рассмотреть несколько других популярных скептических аргументов и сценариев Чтобы это небольшое философское путешествие было интереснее, предлагаю и вам задуматься над тем, как бы вы искренне ответили на вопрос из первого абзаца, чтобы зафиксировать, какой из скептических тропов окажется для вас наиболее затруднительным Отдельно предупрежу, что имеется доля истины в утверждении о том, что многие философы, в том числе очень именитые, скорее не решают проблему скептицизма, а игнорируют или обходят ее Злой В чем проблема скептицизма? Отдельно предупрежу, что имеется доля истины в утверждении о том, что многие философы, ну да, по факту Я это обычно подчеркиваю, это раз Это раз Во-вторых, соответственно, в чем проблема? Почему мы воспринимаем скептицизм как проблему? Почему мы не говорим, например, о проблеме рационализма, о проблеме эмпиризма, о проблеме какого-нибудь, собственно, я не знаю, нигилизма? А у нас именно что? Проблема скептицизма. Почему мы заведомо относимся к скептицизму как к чему-то, ну, как-то недостойному, плохому получается? Как будто бы, знаете, скептицизм сам по себе плох. На самом деле скептическое состояние — это состояние категорической продуктивности, это состояние, в общем-то, которое даёт вам огромное количество вариантов для действия в жизни, бесконечное количество вариантов. То есть вы, в отличие от какого-нибудь там религиозного человека или человека с определённой этикой, вы не ограничены неопределённой этикой, неопределённой религиозной программой, неопределённой политической программой. По сути, применение скептицизма, оно открывает вам все инструменты всех философских школ. И дальше все зависит от того, насколько хорошо вы сможете этими инструментами пользоваться. Я, например, не считаю, что я очень хорошо пользуюсь инструментами всех философских школ. Но некоторые инструменты я освоил, я с ними работаю. И я их использую и в своей аргументации, и в философии, и в творчестве, и где только я их не использую, соответственно, и в жизни. Понимаете, в чем дело? Вот. И в этом плане, понимаете, проблема скептицизма, тут как-то акцент поставлен не очень честно. Мы не задаемся, знаете, мы не говорим о том, что, ну, например, моральные факты, это сами по себе, ну, проблемы якобы. Не, ну, моральные факты, вот спорим, да, нет, соответственно. А тут прям проблема скептицизма. Вот этот вот подход, вот это вот учение якобы само по себе является проблемой. Мне кажется, уже, да, как-то нечестно подходить к этому с такой стороны. Хотя, наверное, понимаете, многие люди, занимаясь познанием, они, наоборот, пытаются изжить скептицизм. И, может быть, поэтому для многих людей, многие люди, которые этот скептицизм пытаются изжить, для них это проблема. Только проблема, вот как раз проблема-то и в том-то и заключается, что вы заранее, заведомо хотите изжить из себя скептицизм. То есть вам хочется найти ответы, вам хочется, собственно, любопытство свое, собственно, удовлетворить. И вам очень, в итоге, в итоге у вас психика вас толкает к тому, что вы начинаете, ну, непосредственно лучше и легче обманываться. Да, как Пушкин, великий, великий Александр Сергеевич Пушкин, лучший поэт и мудрейший, кстати, в нашей великой России, писал. Он сам обманываться рад. Ну, вот так вот люди, которые, знаете, поспешно отказываются от скептицизма и видят в нем проблему, они сами обманываться рады, получается, и они рады поспешно принять те или иные тезисы за истинные. Хотя скептицизм, он не ограничивает вас в методах исследований, он не ограничивает вас вообще, в принципе, в поиске истины как таковой. Ну, понятное дело, что скептик скорее осознает, что с истиной дела не обстоят так уж просто, как хотелось бы, да. И, скорее всего, человек, который является скептиком, на данный момент ни в чем не убежден, то есть его еще не убедили в том, что, ну, например, я не знаю, что-то является истинным. Вот. В этом плане, да, ну, то есть ввиду этого он является скептиком. Для него нету такого положения, которое является истинным, то есть соответствием некоторой реальности, потому что у нас с реальностью большие проблемы. Здесь не идет речь о тезисах в духе 2 плюс 2,4. Причем тезис 2 плюс 2,4, он может быть, по мнению, ну, вообще в принципе, в принципе может быть истинно относительно некоторой реальности только в картине мира, которая антологизирует числа, да, то есть числа имеют значение антологическое. Это не просто наши какие-то выдумки, они именно имеют антологическое значение. Но доказать, что мы живем в такой картине мира, ну, сложновато на самом деле. Вот. Ну, ладно, поехали. Злой демон Декарт сейчас будет у нас. Поехали, база. Демон. Доказать, что мир вне комнаты существует, не выходя из нее. Может показаться, что это сущий пустяк и стоит просто подойти к окну, чтобы увидеть этот самый внешний мир и явственно указать на него своим пальцем. Конечно, по условиям задачи открыть окно и высунуть руки к миру нельзя, но разве самого факта, что мир за комнатой виднеется в окно недостаточно? Как ни странно, но в аналитической философии скептизм ассоциируется скорее не с его античными представителями, а с Рене Декартом, который... Ну, это плохо. Рене Декарт не скептик. Ну, это действительно, как написано, как ни странно, это действительно странно. Радикальный скептицизм Декарта категорически догматичен. Декарт является рационалистом, скептики не являлись рационалистами, соответственно, да? То есть важно, да? То есть скептики не эмпирики, не рационалисты, они здесь никто, они не занимают позиции. У Декарта есть неплохая теологическая, так скажем, программа, то есть он рассуждает о Боге, он рассуждает о методе, кстати, рассуждает довольно открыто. То есть у Декарта слишком много ответов дано и на антологию, и на метафизику, и там на теорию познания, и даже на этику, скорее всего. Правда, этические тексты Декарта я не читал, поэтому не могу об этом судить. Но, скорее всего, и здесь у него ответы даны. И есть один текст очень интересный, в котором Декарт как раз и пытается показать себя как якобы скептик, но сомневающийся, ну как показать себя пытается. Ну вот так получается, что из-за этого текста Декарт как раз и прослыл своеобразным скептикам. Но в этом же тексте Декарт развеивает свои сомнения, да, и потом начинает доказывать, а почему есть Бог, вот он там аргумент от совершенства, если я не ошибаюсь, он использует с этим мой самый нелюбимый аргумент, наверное, из всех, из всего списка вот этих вот прекрасных аргументов, вот, ну и так далее, так далее, так далее. И не только Бога доказывает, там и душу доказывает, и математику аргументирует таким образом. То есть, как бы даже внутри этого известного текста, где написано «Cogito ergo sum», мысль, следовательно, существует, ну вообще иногда переводится, и, наверное, более правильно сомневаюсь, следовательно, существует. То есть, да, Декарта, он сначала «я сомневаюсь в этом», «я сомневаюсь в том», «вдруг злокозненный демон это», «вдруг злокозненный демон то», вот, а потом, так я же не сомневаюсь в том, что я сомневаюсь. Понимаете, как же я крут. Ну и все. И дальше поехала программа Декарта. Как ни странно, он даже на фоне академических скептиков, имеется в виду Академия Платона, он даже на фоне академических скептиков не смотрится сколь-нибудь скептичным. Хотя к академическим скептикам у абсолютных скептиков были претензии, ну, с точки зрения того, что они все же считались догматиками, они каким-то образом пытались оценивать вероятности, там, Корнеат вот пытался оценить вероятность осуждения, мол, мы не можем узнать истинное осуждение, вообще мы не можем что-то узнать, это тоже не вполне похоже на тезис скептицизма, так или иначе, да? Вот, ну ладно, допустим, да, как бы, вот. Может быть, и можем когда-нибудь узнать, и может быть невероятность, а может быть точно, скептик здесь не дает вам ответа, он воздерживается. Они, короче, даже вероятности предсказывали, вот это более вероятно, чем вот это. Догматично, не так ли? Но даже вот этот подход с оцениванием вероятности, он куда более содержателен с точки зрения скептицизма, он более скептичен, имеется в виду, да, чем подход Рене Декарта. И если в аналитической философии скептицизм ассоциируется с Рене Декартом, ну, в аналитической философии, получается, нету скептицизма, все, ну как, доказано, не доказано, ну, там что-то другое, там что-то иное. Я бы подходил к этому, ко всему, не знаю, совершенно другой стороны, но, к сожалению, во времена Рене Декарта не было никаких скептиков, которые могли бы сказать, Рене, ну, Рене, ты же не скептик, ты не занимаешься скептицизмом, может быть, как бы, и не было людей, которые могли бы еще со стороны взять и сказать Рене Декарту, мол, ну, не только Рене Декарту, не было людей, которые могли бы сказать вот тем людям, которые разбирали Рене Декарта и прозвали его радикальным скептиком и всем таким, да, что, ну, это не скептицизм вообще-то. К большому сожалению, к большому сожалению, да, античный скептицизм в своем таком вот абсолютистском, мощном, тотальном виде погиб, собственно, в античности. Попытки его возрождения, на мой взгляд, это самое неудачное, что вообще происходило за всю историю философии. Если речь идет о платонизме, том же платонизм, ну, он плюс-минус как бы нырнул непосредственно в арабскую философию, ну, перепатетизм и платонизм вместе они нырнули в арабскую философию, там, и потом, собственно, многие из этих вещей, там, собственно, синтезисов и аргументов, они уже вместе с арабской философией вернулись в средневековую философию, были разные школы, например, Шарцкая школа, которая по платонизму угорала, соответственно, были разные философы типа перепатетиков, соответственно, например, собственно, Фома Аквинский, которые, ну, в общем-то, вот, Аристотеля так или иначе вспоминали, читали, аргументировали, пользовались разными благами Аристотеля, потом эпоху Возрождения, соответственно, там произошло множество разных интересных вещей, например, эпикурейство, и стоицизм были восстановлены отчасти, да, и даже были попытки воссоздать сад того же Эпикура, и мне видится, что все эти попытки более-менее оказались успешны, то есть, вот почти во всех этих случаях не было, ну, совсем промаха, вот совсем промаха, да, то есть, да, были свои нюансы, была определенная степень христианизации, то есть, тут не скажешь, что все получилось идеально, да, вот вообще супер, вот так вот оно и должно было получиться, нет, а так не скажешь, безусловно, но точность какая-то, да, там все же присутствовала, вот у пикурейцев уже эпохи Возрождения, у стоиков, у новых платоников там разных, которые тоже, да, платоники, они еще дополнительно прибавили после христианства, ну, не после христианства, после средневековья они еще прибавили дополнительно себе, в общем-то, текстологической мощи, соответственно, нарастили, так скажем, платонизм еще побольше, и вот тоже стало получше, соответственно. Да и платона читали и в средние века, и в наши дни читают, и в эпоху Возрождения, и в новое время. Платон в этом плане, он изучен, его рецепции, да, его пытались вот воспринимать по-разному на протяжении очень долгого времени со скептиками, у скептиков такой истории, к сожалению, нет. Вроде бы слово понравилось, вроде бы что-то там где-то когда-то уловили, какие-то там тезисы, слова какие-то, вот, в общем-то, выцепили, тот же Канца с ими феноменами, феноменами, номенами, что, собственно, в перроновых положениях, безусловно, есть, но, как бы, ну, Кан даже не шарит за скептицизм, получается, хотя термины взял оттуда. Гуссель тоже, ну, как бы, он не скептик, судя по всему, и даже выступает нередко против скептицизма, и в этом плане, ну, тоже это не про скептицизм, скорее, это именно что феноменология. В общем, скептицизм, как мне видится, категорически недопонят, потому что у него на самом деле не было каких-то мощных сторонников, он, наверное, это, наверное, одно из самых сложных учений для понимания за всю историю скептицизма. Более того, в начале нового времени в лице Декарта, Монтэни и многих других персонажей этот скептицизм поспешно был воспринят как нечто иное, не то, что он представлял из себя в изначальной форме. И ввиду этого, ввиду этого, да, термин скептицизм как таковой, вот античный, и уже скептицизм эпохи Возрождения, нового времени и далее, это просто совершенно другое, это совершенно другое явление. Вот. Его неплохо было бы, наверное, назвать другим словом. Смысл в этом явлении, безусловно, есть, да, то есть и взнос в философию тоже большой, есть, и от Декарта того же взнос в философию есть, ну, от Монтэни, какой-никакой, наверное, есть. Вообще, от такой псевдоскептической программы тоже есть определенный взнос, соответственно. Но, мне кажется, в данном случае прямо дико все перепутали. Почти каждый специалист по скептицизму, которого я когда-либо слышал, включая, ну, как я не специалист, наверное, по скептицизму, я именно что, практикующий скептик, да, вот. А есть специалисты по скептицизму, все указывают на то, что, ну, как бы, разница между античным скептицизмом и тем, что мы по скептицизмам понимаем после, она существенна. Она прям очень существенна. Ну, и ввиду этого, наверное, как бы, было бы неплохо, если бы что-то из этого, например, вот современный скептицизм такой, да, был бы обозначен каким-то другим словом, чтобы мы лишний раз не путали одно с другим, вот, ну, ладно. И пользовался методом радикального сомнения для того, чтобы найти устойчивое и достаточное основание для наук и познания. Да, именно. Известна история о том, что размышления о первой философии пришли Декарту, когда он ночевал в печи, а поэтому нетрудно предположить, что его мысли мог занимать вопрос, по сути своей, аналогичный вопросу о доказательстве мира вне комнаты. Декарту принадл... Его мог бы, его мог бы занимать этот вопрос, отлично, хорошее начало. Лежит известнейший скептический сценарий злого демона. По сути, это мысленный эксперимент, а поэтому сейчас... Ну, сейчас, короче, все будет мимо скептицизма, опять же, да, потому что мы сейчас, опять же, на злого демона, Декарта натолкнемся, скептический аргумент, что бы это ни значило. Соответственно, проблема-то заключается в том, что со своим злым демоном Декарт вполне так себе, как ему показалось, ну, собрался, на самом деле, в том же самом тексте, который был обозначен. И в этом плане, ну, как-то злой демон не такой уж и злой, оказывается, для самого Декарта, как минимум. Не обманет он нас, по крайней мере, в одном положении точно. Поскольку мы уже находимся в мысленном эксперименте комнаты, мы перемещаемся на второй уровень мысленного эксперимента в мысленном эксперименте. Вас это не должно удивлять слишком сильно, поскольку сам шаг... Господи, мысленный эксперимент в мысленном эксперименте. Мы прокачаем ваши мысленные эксперименты. С вами Экзибет Кардаш, и мы сейчас вам все прокачаем тут. Отлично показывает интеллектуалистский дух скептицизма использовать возможности нашего интеллекта для того, чтобы в них же и усомниться. Идея мысленного эксперимента Декарта со злым демоном в том, чтобы представить могущественное и злонамеренное существо, которое специально вводит вас в заблуждение. Допустим, что есть некий архонт, не правитель древнегреческого полиса, а гностический демон. Ну и следует подчеркнуть, что как бы, понимаете, чем скептический аргумент, например, отличается от, в кавычках, аргумент. Нельзя аргументами называть, то есть для скептиков ничто не является аргументом, в этом заключается проблема. Тропы. Это надо называть тропом. Я бы даже не называл скептическим тропом, потому что я в себе вполне могу представить человека, который буквально верит в злокозненного демона. Какой-нибудь гностик там, хвостик и еще что-нибудь такое. По-любому. Маги, колдуны, эзотерики вот эти вот там, инсектоиды там и так далее. То есть, да, говорить, что это скептический аргумент довольно странно, потому что по факту это просто одна из многих позиций во всем этом мировом ключе. И важно заметить, что представителей позиций, которые придерживаются там, например, не знаю, теории симуляции какой-нибудь, либо там, в кавычках, злокозненного какого-нибудь демона, существа всемогущественного достаточно, чтобы нас запутывать и всего остального. Их, да хуя! Там всякие теории заговора, жидомасоны, рептилоиды, вот это вот все, понимаете? В этом плане, как бы, скептики, они даже, даже вот при самой широкой академической щедрости, если мы возьмем всех людей, которые называют себя скептиками и озвучивают вот те аргументы, которые Кардаш сейчас будет озвучивать, даже если мы возьмем их всех вместе взятых, они, вот, их окажется меньше, чем людей, которые придерживаются этих позиций неиронично, блин. В этом парадокс, да, аргументы-то они вроде бы скептические, якобы, но они и не аргументы, да и не скептические одновременно. Вот в чем парадокс обозначения скептические аргументы. Они и не скептические, потому что вот есть люди, которые придерживаются этих позиций неиронично, их большинство, их больше, чем скептиков одновременно с этим. И они, собственно, не скептические и не... Так, еще раз. Ладно, я уже запутался, но вы поняли, ну вы поняли, соответственно. Вообще это словосочетание не нравится. Это, опять же, видимо, откуда-то взято из аналитической философии, из какого-то учебника. Кардаш это прочитал, не осмыслил и как бы поехали. И такое происходит очень часто. И у Васила, и у Кардаша, у Лемона, они что-то там себе начитают, напридумывают, а потом, собственно, начинают использовать термины, которые, ну просто вот при малейшем размышлении, они просто распадаются. Вот в ничто превращаются. Ну да ладно, окей. И проблема, опять же, заключается в том, что мы хотим вроде бы преодолеть скептицизм, мы хотим преодолеть скептицизм, но почему-то мы преодолеваем не скептицизм как таковой, не чистое абсолютное сомнение, да, в самой чистой его форме, что, наверное, является самым мощным, поразительным выражением, собственно, скептицизма. Мы как бы рассматриваем какие-то мыслительные эксперименты, которые, по сути, являются инструментами, которые скептик в любую секунду готов разменять. Мероправитель, попросту, злой бог, который лишь создает видимость того, что в окне своей комнаты вы видите мир. Для забавы он поместил вас во вселенную, где существует только пустота и ваша комната, но за окном для вас виднеются манящие весенние сады. Архонт рассчитывает, что вы соблазнитесь очевидным и попробуете покинуть комнату, и в этот же самый момент мучительно погибнете в ничто за вашим порогом. Можно закономерно заметить, что весь мысленный эксперимент с демоном – это же только воображаемый сценарий, и так не может быть. Здесь и происходит первый скептический ход. Задумайтесь, чем ваша реальная познавательная ситуация отличается от той, в которой вы оказываетесь в сценарии злого демона. Ваши рассуждения будут одинаковыми в любом случае, а наличие мира за окном будет казаться столь же очевидным даже тогда, когда его нет. Идея скептика не в том, чтобы доказать вам, что мира за окном нет столь поспешной и ошибочной интерпретации. Ну, опять же, я бы не называл это аргументом, я бы опять же не называл это аргументом, но цель данного мероприятия, так скажем, данного набора высказываний, она заключается как раз в том, чтобы вызвать сомнения у человека, который его не испытывает. Цель распространена среди тех, кто стремится в успокоительном порыве заклеймить Декарта с эллипсистом. Идея скептика в том, чтобы показать, что вне зависимости от того, находится ли за вашим окном реальный мир или иллюзия злого демона, у вас нет хороших аргументов и оснований ни в пользу одного, ни в пользу другого сценария. Это второй и, на мой взгляд, наиболее важный скептический ход, который опускает жертву скептического сценария до познавательного нуля. Если вы оказались здесь, то скептический аргумент сработал успешно. Но что делает возможным скептический маневр? Проблема в характере нашего чувственного восприятия и перцептивного опыта. Феноменологически, то есть от первого лица, опыт восприятия внешних объектов кажется чем-то внутренним. Если так, то опыт восприятия сада за окном оказывается одним и тем же наиву, и во сне тогда, когда в обоих случаях воспринимается то, что кажется одним и тем же садом. Повторюсь, такие скептические аргументы – это не попытка доказать, что сада не существует, а мир вокруг только снится. Это попытка показать, что из обычного понимания опыта восприятия следует неистребимое сомнение в том, что нам представляет такой опыт. Причем в сомнении не развеивается количеством подобных наблюдений, поскольку качественно они оказываются неотличимы от тех, которые можно было бы получить во сне или измененном состоянии сознания. Конечно, на поверхности лежит решение, связанное с тем, чтобы сделать внутренний опыт менее внутренним, например, связав его достоверность с внешней инстанцией эволюции человека. Ну, вероятно, но эволюция недостоверна. Понятное дело. Ну, что дальше? Вероятно. А какая эволюция, если мы даже из комнаты выйти не можем? Откуда мы знаем про эволюцию? Это неплохой практический выход из ситуации, но ничто не мешает скептику выйти на второй круг, спросив, а не удостоверяем ли мы внешнюю достоверность внутреннего опыта в конечном счете на основании все того же восприятия? Поскольку со времен Декарта прошло немало времени, то образ злого демона стал менее убедительным, а поэтому сегодня аналогичные сценарии формулируются через отсылку к... Ну, кстати, относительно злого демона Декарта, я не понимаю, почему он стал менее убедительным, потому что, ну, по сути, по сути, как мне кажется, Декарт довольно дешевой подтасовкой, в общем-то, ну, я мыслю, следовательно, я существую, да, и в итоге вышел на доказательство куча разных тезисов. Вот. Почему он стал менее убедительным, не до конца понятно, потому что даже сам Декарт вроде бы убедительно не справился с проблемой злого гения. И тут еще важно понимать, что, скорее всего, те вещи, которые разбирал Декарт, они для античного скептика не имели какого-то особого смысла. То есть, опять же, я мыслю, следовательно, я существую. Ну, Декарт обнаружил феномен мысли. Феномен мысли протекает в голове. От того, что ты мыслишь, следовательно, ты существуешь. Ну, что-то, наверное, феноменально существует, некоторое сознание, скорее всего, что-то похожее на сознание. Для скептика это не проблематичное высказывание, на самом деле. Потому что оно феноменально связано, да, то есть феноменально ты существуешь, но как что ты существуешь, не до конца, на самом деле, понятно, это все будут разного рода концепции. То есть, на самом деле, на самом деле, да, и Декарт дальше позволяет себе уже риторические ухищрения, когда он, в общем-то, доказывает те вещи, которые он опроверг злым демонам. Злой демон до сих пор не опровергнут, к сожалению. Ни Декартам, да вроде бы и никем особо. Я не знаю. Я читал, я читал, я читал что-то по этой теме. Я не скажу, что я здесь специалист. Если кто-то считает, что злой демона провернут уже, ну, кидайте, соответственно. С другой стороны, понимаете, в чем проблема? Люди, которые могут считать злого демона не настолько убедительным, менее убедительным и так далее, скорее всего, это люди, которые над этой проблемой и секунды, наверное, не думали. Ну да ладно. Ну и разница между злым демоном и возможными мирами. Посмотрим сейчас. Можно мирам, злым нерученым, которые как-то хирургически сманипулировали субъектами, или, конечно же, Матрицей-3. Поскольку людям иногда сложно абстрагироваться от художественных деталей и воспринимать сценарии в духе злого демона Декарта содержательно, то образ Матрицы может уводить в сторонние платонические рассуждения о кажущейся и подлинной реальности. Скептический же довод состоит в том, что, как бы то ни было, существует ли реальность, двоится ли она на кажущуюся, и подлинную проблема состоит в отсутствии непогрешимого способа выяснить, что является истинным. Если попробовать лишить художественных... Мне кажется, здесь немножко тоньше ситуация у скептиков ставится. Я бы даже еще один шаг здесь добавил. Скептический довод состоит не в том, что, как бы то ни было, проблема состоит в отсутствии и непогрешимого способа выяснить, что является истинным. Может быть, этот способ и есть, но мы пока не удостоверились в том, что мы им владеем. Еще один шаг. Вот еще один шаг, если сделать, еще один шаг, если сделать, тогда можно уже как бы даже и принять это было бы. То есть, да, ну как бы, нет, разные тезисы, понятное дело, но тут важно заметить, что скептик делает еще один шаг дальше, потому что по факту, по факту, мы имеем дело с сомнением, а то, что сейчас указал Кардаш, это, ну, что, это утверждение, отсутствие непогрешимого способа выяснить, что является истинным. Я бы даже более того сказал бы сейчас, что скептик для себя конкретно не может обрести уверенности. Тут важно, может быть, кто-то уже обрел уверенность, и может быть, кто-то прав. Скептик этого не отрицает, может быть, кто-то действительно нашел нужные методы. Привет, человек. Может быть, кто-то реально вот уже справился с этой задачей. Проблема для скептика в данном случае будет состоять в том, что ему нужно для себя это все прояснить. И в этом проблема. Вообще, да, очень важно подчеркнуть вот этот феноменологический аспект скептицизма, который многие плюс-минус игнорируют. Это один из самых сложных, наверное, моментов скептицизма, и один из тех моментов, которые проще всего проигнорировать. Хотя, если бы люди читали «Секста импирика», «Перроново положение» сразу, с самого начала, они бы определенно не смогли бы это проигнорировать, потому что это с первой страницы просто. Это прямо одну страницу прочитать. Я понимаю, трудно, сложно, 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 буквы, буквы, буковы, все такое. Лучше Ролза всяких там читать, лучше там Витгенштейнов и так далее, очевидно. Старая философия, неактуальна, там 5 лет 10 назад, все такое, да. Но тут как бы вот, тут как бы вот. Ладно, поехали. Тожественные составляющие сценарий злого демона, то по сути дела в следующем. 1. Имеется некая очевидность того, что Ха истина, и допустим, Ха действительно истина. 2. Представим сценарий, где Ха ложно, но все еще очевидно, что Ха истина. 3. И если 1 и 2 истина, то у нас нет способа выяснить истинность или ложность Ха только за счет его очевидности. 3. Когда же очевидность дисквалифицируется, то внезапно оказывается, что большинство привычных нам способов что-то доказывать и обосновывать перестают работать. 4. Что действительно хорошо показывает... Ну... Ну, очевидность это феноменологический аспект. Ну да ладно, окей. 4. У их скептики, так это то, насколько существенную роль в нашей коммуникации занимают призывы попросту довериться словам другого. 5. Однако вы могли догадаться, что у самого Декарта было некоторое решение. 6. Во-первых, он считал, что само сомнение является несомненным. Акт сомнения сам по себе демонстрирует... Акт сомнений не может подвергаться сомнению. Декарт вообще допустил, на мой взгляд, грубейшую ошибку в этом плане. Вот. И скептики, в принципе, его бы за это отругали, как мне кажется. 6. Многие люди воспринимают сомнение как позицию в споре. Как, знаете, там, не знаю, я считаю, что Мила Йович, там, я не знаю, выебала собаку, например. А я считаю, что не выебала. А скептик такой, блядь, что с хуйю уйдете уже? Ну, я как бы так, да? К сожалению, к сожалению, к сожалению, к сожалению, да? Вот в первом и втором случае Мила Йовича, она либо выебала собаку, либо не выебала собаку. А скептик находится в совершенно другой позиции, в совершенно другом положении. Это совершенно другого рода операция, отличная от утверждения и от отрицания, понимаете? И эта операция, она феноменальный характер носит, это феномен. Ну, то есть это определённое состояние, в котором человек находится, состояние сомнения. И оно имеет именно вот такой характер состояния. И поэтому оно само к себе не относится. Сомнение направлено на те или иные убеждения. Сомнение само по себе не есть убеждение. Это как с фальсифицируемостью. Фальсифицируемость рассказывает нам о том, что научные теории нужно фальсифицировать. Есть долбоёбы, которые критикуют фальсифицируемость через утверждение в духе «Ах, а ты фальсифицирую фальсифицируемость?» Да, но фальсифицируемость не является научной теорией, долбоёб ты, блядь, конченой. То есть во множество тех объектов, за которые фальсифицируемость отвечает, она сама не входит. То же самое и с сомнением. Сомнение не является убеждением. И оно не входит в то множество, которое можно подвергать сомнению. Поэтому несомненность сомнений — это кринж. Истинность того, что сомнение происходит. Неплохо, но, кажется, несомненности в своём сомнении вам будет недостаточно. Проблема заключается в том, что сомнение является состоянием. И я бы здесь не разговаривал об истинности. Истинность — классическое определение соответствия наших представлений реальности. И если вы под истиной используете соответствия наших представлений реальности и, соответственно, какой-то набор феноменальных описаний, неожиданно, мне кажется, мы здесь сталкиваемся. Короче, сейчас попробую объяснить это более основательно. Когда речь идёт в данном случае о сомнении, в нём нельзя сомневаться. В нём нельзя сомневаться вообще в принципе. Не потому что Декарт к этому пришёл и сказал, да, вот я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь, а потому что сомнение — это состояние. Вы не можете сомневаться в том, что вы рады. Вы не можете сомневаться в том, что вы грустны, да, там и так далее, так далее, так далее. Вы не можете сомневаться в том, что вы чувствуете, что у вас хуй стоит. Он, может быть, в реальности не стоит, у вас может быть галлюцинация на самом деле, но вы не можете в этом как бы... Вы не можете сомневаться в ощущении стоячего хуя, буквально, да. То есть, поэтому вообще то, чем Декарт занимался, это бессмысленно. Скептики знали, что состояние феноменальное Соответственно И сомневаться в них Ну, собственно, бессмысленно Мы это ощущаем, все Конец Здесь парадокса нет Скептики никогда не указывали на парадокс этого И, соответственно, концепция истинности Мне видится, здесь надо различать Истинность, которая вот реальная Да, она соответствует реальности И истинность как, ну, я не знаю Вчера я подрочил хуй Это истина, это соответствует, блять, реальности Нет, это вполне так себе феноменальная штука То есть, да, мне кажется, два рода Вот таких два рода высказываний О феноменальном и о реальном Это два рода совершенно разных высказываний Есть отдельные философские школы В которых они якобы сходятся Есть отдельные философские школы В которых они расходятся Но в любом случае, сами по себе Они не вполне подобны Я бы даже сказал, они совсем не подобны друг другу Ну да ладно Чтобы увериться в существовании мира За пределами комнаты Во-вторых, Декарт считал, что несомненным Оказывается его существование Поскольку акт сомнения Мышления Производится неким необходимым для этого я В-третьих, кажется, что злой и всемогущий Архонт Все-таки мог бы сделать я Декарта иллюзорным Например, он мог бы создать для Декарта мир В котором был бы истинным иллюзионизм В отношении сознания То есть феноменальные сознательные состояния Включая мышление и сомнения Были бы только иллюзиями А поэтому решение Декарта поддерживается еще и мыслью о том Секунду Демон Архонт все-таки мог бы создать я, Декарта иллюзорным Например, он мог бы создать для Декарта мир В котором был бы истинный иллюзионизм В отношении сознания То есть феноменальные состояния Включая мышление и сомнения Были бы только иллюзиями Так это бы ничего не изменило Ну Ну, земля шар это феномен Да А какая земля в реальности, мы не знаем И вообще есть и земля в реальности Так вот Включая мышление и сомнения Были бы только иллюзиями Только в контексте В контексте именно конкретно скептицизма Если бы это были настоящие скептики А не Декарта в данном случае Ну да, есть собственно Сознание, оно феноменально Истинно оно или нестинно Иллюзионизм это не иллюзионизм Нам без разницы на самом деле Ну как без разницы Может то, может это Надо посмотреть, подумать То существует христианский бог Который все-таки не обманывает А наоборот Вполне себе может наделить Свое творение когнитивными Процессами Позволяющими узнавать истинные о мире Как мне видится Два первых пункта Просто не помогают выяснить Существует ли мир за окном Поскольку нужны для того Чтобы не распространить скептизм На самого себя Иначе говоря На этом этапе Вы имеете основания существовать И сомневаться во всем Проблема Ну я не знаю Мне кажется Кардаш не понимает То, что скептизм Это состояние И что скептики античные Понимали его Как состояние То, что Декарт Этого не понял Мне кажется Это проблема Декарта Лично Декарта И как бы Как и сам Собственно Указал Кардаш Декарт Ну такой себе скептик Честно говоря Поэтому Разбирать Так называемые Скептические сценарии Которые выдумал человек Который Ну по сути Скептиком не является Непонятно Почему это Скептический сценарий В таком случае А не троп Например Какой-нибудь Еще что-нибудь такое Я не знаю То вашего существования Не касается Бог, конечно Определенно помогает С тем Чтобы обосновать Почему ваша вера В существование мира За окном Не безосновательно И даже гарантируется Столь серьезной фигурой Но та ли это Концептуальная цена Которую вы готовы Заплатить за то Чтобы доказать Что существует мир Вне комнаты Не выходя из нее Да и разве Злой Архонт Не мог бы вас убедить В том Что он все-таки добрый Чем в гностицизме Он и занимается Чтобы вы наконец-то Сгинули в космической пустоте Мозги в бочке Не менее популярен И скептический сценарий Других людей Точно так же Если вы меня начнете Затирать Например Что мы живем В бочке Блядь Мы в бочке Сука Живем Нахуй Мы в бочке Блядь Длакозненный демон Тут рядом с нами Сидит Вы понимаете Вот если вы не иронично Начнете меня это затирать Я вам просто Ну начну затирать Противоположными тропами В духе Чувак Мир материален Наука Рулит Блядь Наука рулит Смотри сколько всего познали А ты какую-то хуйню Выдумываешь Маловероятную Идиот Ты чепушила Конченый Понимаете Потому что основная суть Здесь заключается Не в том Чтобы Убедить человека В каком-то наборе аргументов И считать их Каким-то образом Не знаю Достоверными Верными Истинными И так далее Суть здесь заключается в том Чтобы привести человека К сомнению Я понимаю Это сложная операция Да Но просто Скептик В равной степени В равной степени Относится к утверждению О мозгах в бочке Вот И абсолютно В той же самой Равной степени Он относится к утверждению О ну например Я не знаю Теории эволюции Придуманный Хилари Паттнемом Для подвижения Своей теории Так вот Еще раз подчеркну Да Для скептика Равносильны В данном случае Тропы К эволюции К материализму Ко всему такому И так же Равносильны Аргументы К мозгам в бочке Хуечке К почке То есть А почему мы не называем Скептическим сценарием Тогда не знаю Научный какой-нибудь сценарий Просто посмотрите С одной стороны Есть люди Которые неиронично верят Науку Есть люди Которые неиронично верят В мозги в бочке Допустим Ну их меньше наверное Но люди Которые неиронично верят То что мы в матрице Вот таких людей Мы точно знаем Можно вот вообще Собрать Их наверное даже больше Чем всех философских Специалистов в мире Вместе взятых Я может быть смело Конечно высказался Но их очень много Их довольно много Вот по такой Знаете Банальной оценке Вот так Соу-соу Если посмотреть У меня есть ощущение Что люди Которые верят Что мы находимся В матрице Вот неиронично Их больше Чем людей Которые занимаются Философией Не в том смысле В котором я это имею Ввиду философию А в смысле Философии Ну там не знаю Пишут какие-то статьи По философии Читают философские тексты И так далее И так далее И имеют там Не знаю Бакалаврские Там не знаю Магистрские степени По философии Там и кандидатские Докторские Пхд И все остальное Если мы суммируем Всех этих людей И суммируем Всех сторонников Теории симуляции Матрицы То мы скорее всего Обнаружим Что вот матрицианцев Вот этих вот больше будет На порядок Причем думаю Реально на порядок Там плюс нолик Какой-нибудь Добавится Вообще без проблем Могу ошибаться Могу ошибаться Но это чисто Мое такое знаете Ощущение Базирующееся На личном опыте Общения с разными людьми Теории значения И критики Интерналистских теорий Значения Однако мы сейчас Рассмотрим его Преимущественно В истемологическом разрезе Сам по себе Мысленный эксперимент С мозгами в бочках Похож на случай С картезианским демоном Но постараемся Найти в нем Нечто дополнительное По отношению К уже написанному выше Допустим Что довод Декарта Вы решили игнорировать Считая Что своим глазам Вы верите больше Чем аргументам О злом демоне Но откуда вы знаете Что у вас есть глаза Представим на мгновение Будто бы вы только Мозг в чане А картинка перед вашими глазами Только имитируется Электрическими импульсами Уже зная Основную скептическую уловку Понятно, что Если вы не можете доказать Что вы не мозг в бочке То даже в ситуации Когда вы не мозг в бочке Ваши способности к познанию Такие же Как у мозга в бочке Мир вокруг которого Только симулируется Сам Паттным считал Что в настоящей симуляции У вас не должно быть Возможности упоминать О симуляции Поскольку термин Симуляция Определяется экстенсионалом Неким объектом В таком случае Если вы можете Осмысленно говорить О симуляции То вы не в симуляции Конечно Кринж Кринж как смешно Короче Понимаете в чем проблема Паттным считал К Кардашу здесь Эти претензии нет В целом Это нормальная статья Да Графоманская Ненужная Наверное Бесполезная Пока что Судя по всему Она бессодержательна С точки зрения Какого-то оригинального Творческого вклада В философию Во все такое Но она вполне Подойдет Под какую-нибудь Околоакадемическую Если ссылок Еще немножко Накидать Вполне Можно издать В каком-нибудь Не знаю Вестнике Саратова Да и не только Вестнике Саратова Да и не только Вестнике Саратова Это я здесь уже Троллю Соответственно То есть статья В принципе пойдет Теория значения Может казаться странным Да и сам Паттон признается Что ему понадобились годы Чтобы убедить себя В истинности Мне кажется Небольшая проблема Опять же Кардаша Заключается в том Что он любит Как бы это сказать Любит рассказывать истории Вот он любит рассказывать истории Представьте бы Мои статьи начинались Ну здравствуйте Я вот короче Тут такой сижу Пержу Соответственно И сейчас я вам Собственно расскажу Вот историю философии По данному вопросу Внезапно Да вот И начинаю раскрывать Подробно Какие-то вот Обстоятельства Из истории философии Что там где Декарт В какой он печке сидел И так далее Так далее Так далее Пытаюсь какие-то вещи Которые так или иначе К этой теме привязаны Вспоминать На самом деле В академической философии Такое дико любят Ну потому что она По сути Ну как это называется Философоведение Да Потому что там дрочит На философов Это очень важно Важно не столько Аргументировать свою позицию Аргументы у Кардаша Наверное будут ближе к концу Аргументы у Кардаша Наверное будут ближе к концу И честно говоря Скорее всего Вот главный аргумент Который он воспроизведет Его можно было бы Просто написать Одним предложением Где-нибудь Без всей этой громады текста Вот что мне не нравится Конкретно в Кардаше В данном случае Вот То есть он Нас заводит В какую-то череду В общем-то Концепции Которые он считает Непосредственно Философскими сценариями И В этой череде текста Которые просто Ну Массу текста набирает Он просто набирает Массу текста Он мог бы сильно сэкономить Наше время Озвучив аргумент Который он использует Ну и все А весь остальной текст Который он здесь воспроизводит Вот все вот это Что он сейчас делает Это по сути Оно имеет риторический эффект Может быть Вы так прочитаете И такой Ну да Да Аргумент Кардаша Как будто бы стал сильнее Мы посмотрим Что там за аргумент Будет Мы его оценим Но я уверен Он там один Там или два аргументика Будут против скептицизма И все Поехали Аргумента Но в целом Эпистемологи Также расценивают ситуацию Мозга в бочке так Будто бы это почти что И не скептический сценарий Не скептический сценарий Распространена позиция о том Что даже если вы Мозг в бочке То вы все еще можете Знать много истин О содержании вашей симуляции И если Так скептицизм Не выступает против того Что мы не можем Как бы узнать истину Скептицизм Прежде всего Это состояние Сомнения Это состояние Неубежденности Я например Я например Могу Предположить Что вот Историки Там какие-нибудь Биологи Или еще какие-то Ребята Они Знают истину Может быть Вполне это возможно Почему бы и нет Да Вот просто сам для себя Я удостовериться в этом Ну не могу пока что Может быть из-за того Что у меня Небольшая компетенция Может быть потому что Ученые тупые Блять Надо шучу Может быть потому что Ну я не доверяю Авторитету ученых Потому что Вот эти ученые люди Которые могут ошибаться Может быть потому что Мне кажется сомнительными Научные методы А может быть они истинные На самом деле Там и так далее И так далее И так далее Скептик в этом плане Ну да В рамках философии Это по сути Существо Совершенно другого рода Он категорически Отличен от всех философов А Кардаш Как и многие люди Которые на скептицизм Смотрят так скажем Со стороны Они пытаются Описать скептицизм Внутрифилософскими Инструментами А внутрифилософские Инструменты Они не предназначены Для того чтобы Описывать скептицизм Как-то так И более того Даже наверное так скажу Для скептика Философский инструментарий Он является Хорошим инструментарием Который по сути Во всем своем объеме Может быть им захвачен Ну при определенном Старании Умении При бесконечности Времени И бесконечности Памяти И бесконечности Всего остального Да Скептик в теории Может освоить Вообще все что угодно Видимо из этого Скептического Не скептического Из этого философского Багажа Вопрос только в том Сколько он усилий Сможет на это затратить Сколько времени На это сможет затратить В то время как Например Многие методы Одних философских школ Закрыты для других Философских школ Одни методы Будут считаться Проблематичными А другие менее проблематичными Для того или иного Догматика Ну и так далее И так далее Вот Поехали Имеется картезианского Злого демона Который на корне Был лишал вас Возможности что-то знать То даже симуляция Не исключает Определенных видов знания Когда вы Будучи мозгом в бочке Смотрите в окно И видите мир за ним То это действительно так Но с оговоркой о том Что вам неизвестно Что в фундаментальном уровне Мир за окном Является симуляцией В некотором смысле Это даже похоже На ситуацию в обычных условиях Поскольку Когда мы смотрим На мир вокруг нас То не вспоминаем Первым делом О его фундаментальном Физическом устройстве По большому счету Мозг в бочке Просто не знает Одного важного факта О фундаментальном устройстве Своего мира Если он не знает Одного факта О фундаментальном устройстве Своего мира Да То есть если он не знает Фундаментальное устройство Своего мира Он ничего не знает О своем мире Истина В соответствии Наших представлений Реальности В бочке Нету реальности Все А знание — это доказанная истина, то есть доказанное соответствие наших представлений реальности. Это стандартная терминология, в рамках которой придерживается большинство философов и придерживались за всю историю человечества вот именно этой концепции. И ученые многие придерживаются этой концепции, так что здесь как бы и религиозные люди придерживаются данной концепции истины. Так что здесь я апеллирую к авторитету большинства, и ввиду этого, и ввиду этого, и ввиду этого, да, внутри бочки, внутри бочки у вас есть феномены. Все, феномены не являются знанием сами по себе. Более того, вы эти феномены запоминаете как-то вроде бы, а может быть вы неправильно их запомнили. Вот что было вчера, что вы вчера делали, вы досконально помните каждое ваше движение, каждый ваш феномен, каждый элемент вашего феноменального опыта. А вы уверены, что вы в памяти не исказили каждый элемент вашего феноменального опыта? О, вот так вот, интересно. Соответственно, мозг бочки нихуя не знает. Это важно подчеркнуть. Поскольку он не знает самого важного факта о фундаментальном устройстве своего мира. Он не может сказать, что он конкретно видит и как это относится к реальности. Не, может быть и может, наверное. В теории он может догадаться, что он мозг в бочке, и он находится в нереальном мире, и тогда он мог бы, наверное, сформировать истинное и некоторое положение фундаментальное обустройство своего мира. Ну, доказать их для себя, вот это было бы проблемно, на мой взгляд. Ну, да ладно. Если наши когнитивные способности заранее не дискредитированы, то нам есть к чему стремиться, даже если в каком-то отдельном момент мы знаем мало или не учитываем каких-то важных фактов. Ну, здесь просто многое будет зависеть от определения знания, от определения истины, от таких вот определений, которые являются фундаментальными. Я здесь апеллирую к самым популярным, к тем, которым апеллируют вообще почти все люди. Какие-то другие теории истины я вообще в целом не рассматриваю, но вы знаете об этом, потому что, мне кажется, вообще нелепо рассуждать в терминах теории истины. А, ну, просто потому что, блядь, у нас было определение истины, которое большинство философов в большую часть времени нашей истории в философии использовали. Это хороший термин, он хорошо работал. Хуяк, блядь, теории истины начали выдумывать. Шиза. По-видимому, при таком сценарии скептик должен упирать на то, что некий значимый факт о фундаментальном устройстве реальности останется неизвестным. Довод Патнема разрешает эту проблему. Но на самом деле, такое ли это большое скептическое достижение утверждать, что возможны истины, которые никогда не будут познаны? В случае с миром за пределами комнаты вы можете сказать, что вероятно... Ну, проблема заключается в том, что если мы не знаем фундаментального, мы не знаем и частного. Потому что частное трактуется через фундаментальное. Мы не можем узнать частную истину. Мы можем сказать, там идет дождь, но дождь это не знание, это феномен. Может, я вообще сплю, может, я сейчас во сне нахожусь, может, у меня галлюцинация. Может быть, я не знаю, опять же, рептилоиды какие-нибудь берут и, соответственно, не спосылают на нас все вот это вот дождливый набор дождливых феноменов. А в реальности дождя никакого нет. Пятность того, что вы лишь мозг, для которого все это симулируется, не исключает того, что в этой симуляции существует мир за пределами комнаты. Аналогично, даже не являясь мозгом в бочке... Твоего мира не существует. Даже комната твоя не существует, по сути, в реальности. Ты мозг в бочке, и твоя комната не существует. Ты находишься в комнате, которая не существует. Она существует только как феномен твой. Все. Так же, как во сне существуют вещи, так же и существует та комната, о которой ты говоришь. Когда ты находишься во сне и говоришь, я истинно нахожусь в комнате, это не та истина, о которой мы обычно говорим. Это не совпадение наших представлений с реальностью. Это мы пытаемся выставить свои феномены за некоторую истину. Аналогии со сном, с компьютерными играми и так далее, так далее, так далее, они здесь имеют место. Они здесь хорошо работают, потому что симуляция во многом аналогична к компьютерным играм. Ну, например, вы играете в Ведьмака третьего, и вы находитесь на кривоуховых топях. Вопрос. Вы истинно находитесь на кривоуховых топях, или вы находитесь внутри игры на кривоуховых топях? Отвечаем, да, собственно, отвечаем для себя в данном случае. Мне кажется, Кардаш и вот люди, которых он копирует в данном случае, потому что именно что Кардаш в данном случае копирует аргументацию, мы ее уже читали, мы ее уже читали, я не помню автора в данном случае, я уже не помню автора, но мы что-то подобное уже прочитывали. Мы это разносили. У Кардаша довольно нестройно здесь выстраиваются противоречия между феноменом и, соответственно, ноуменом. И феноменальные и ноуменальные истины, это абсолютно разные вещи. Вообще, говорить о феноменальной истине, наверное, оксюморон в определенном роде. Хотя Кардаш, скорее всего, так не считает. Вот это большое видео и там еще небольшое видео одно. Видео на 20 минут еще. Но это мы будем разбирать очень долго. Мы 20 минут разобрались, 15 минут с 55. Вы можете не исключать вероятности того, что ваше наблюдение совместимо с незнанием чего-то важного о мире вне комнаты. Когда вы говорите, что такой мир существует, то вы имеете в виду некий очень скромный тезис, не претендующий на объяснение того, как именно он существует и что собой представляет. Вероятно, действительно важная роль мысленного эксперимента о мозгах в бочках состоит в том, что он позволяет ощутить преимущество умеренного скептицизма, того самого, который пестуется среди сцентистов, 4. Кек. Кек, блять. Преимущество просто пиздец. Пиздец, какое мощное преимущество здесь было показано. Только проблема заключается в том, что здесь скептицизм, так скажем, вот этот, рушится не на основании того, что скептик буквально, блять, во всем сомневается, сомневается нахуй в феноменах и сомневается нахуй в сомнении, во всем сидит такой, сомневается, да? Проблема заключается в том, что Кардаш не прочитал Перроновое положение, первую страницу буквально, буквально первую страницу прочитаешь и такую хуйню писать не будешь, в принципе. Относительно преимущества умеренного скептицизма, совсем не понимаю здесь преимущества умеренного скептицизма, потому что, опять же, скептики античные, они учитывали различия между феноменами и, собственно, ноуменами. Это самые радикальные скептики, это самые радикальные скептики в истории. Радикальней нет, вроде бы. А если и есть, то это какие-то уже будут довольно странные, наверное, персонажи, с очень странными позициями. Не знаю, насколько мы можем на эти позиции в итоге опираться. Господи, он к Муру там будет апеллировать, кринж. Поднимите ваши руки. Нельзя не упомянуть о самом известном решении проблемы скептицизма по отношению к существованию внешнего мира, о знаменитом аргументе руки Мура. Идея в следующем. Сомневаетесь, что существует внешний мир. Поднимите руку. Поскольку рука находится перед вами в этом самом внешнем мире, и вы внутренним чувством дополнительно знаете о том, что это ваша рука, то в конце концов вы знаете и о том, что существует внешний мир. Конечно, с точки зрения современной эпистемологии Муру требуется исходить из посылки принципа светимости, согласно которому мы всегда имеем доступ к нашим внутренним состояниям, поскольку они словно бы подсвечиваются в нашем внутреннем мире. На мой взгляд, данный принцип оповергнут Уильямсоном, который показывает, что если раскладывать доступ к нашим... Блядь, Войнот, этот аргумент не рофал. Аргумент Мура не рофал, это один из самых известных аргументов. Я когда еще не ассоциировал себя ни с каким скептицизмом, и прочитал эту хуйню Мура, я просто отказался читать Мура вообще. Я просто читаю эту хуйню, и я думаю, что это за дегенерат ебаный. Я просто, я просто охуел тогда. Я когда прочитал аргумент руки Мура, я вот сижу, читаю Мура, и тут, блядь, рука. И я такой... Пошел нахуй, короче. И знаете, как Шурик, Анкл Шурик рвет книги, ну я не рвал книгу, конечно, но это заслуживало того, чтобы ее порвать, эту книгу, это полный, блядь, пиздец. Я действительно охуел с того, что люди на полном серьезе могут озвучивать такие тупые аргументы и при этом считаться философами. Ну ладно, может быть действительно, может действительно у Мура есть более сильные позиции по некоторым вопросам, и меня он тогда просто именно этой хуйней сильно поразил. Ну вот, это одна из причин, почему я Мура вообще мало читал. Почему он вообще мне мало интересен в этой теме. Это действительно очень известный аргумент, но он смешон. Внутренним состоянием до миллисекунд этого доступа, то у нас нет физической возможности иметь такой доступ всегда. Более того, в строгом смысле принцип светимости не соблюдается никогда, поскольку имеется погрешность между тем, когда, если брать пример Уильямсона, мы уже ощущаем холод в смысле физической реакции и тем, когда знаем, что ощущаем его. Так или иначе, если брать картезианских сценарий, то аргумент Мура не исключает возможности обмана злым демонам, однако скептицизм Декарта шире сомнения исключительно в существовании мира вокруг. Если брать сценарий мозгов в бочке, то аргумент Мура в целом работает одним из двух образов. Да, не, вроде нихуя не вырваны из шеи, вроде нихуя не вырваны из контекста, там он вроде на полном серьезе эту хуйню воспроизвел, и это, блядь, кукош, кукош тотальный, абсолютный кукош. Либо по Патнему мы считаем, что мозг в бочке не должен иметь возможности внятно высказаться о своей руке, поскольку ему придется отослать к чему-то, что не предполагается симуляцией, либо мы считаем, что агент... Ну, Патнем долбоеб. Сорян, тоже аргумент Патнема долбоебский полностью. По какой причине, просто вот по какой-то манне фантазии Патнема, соответственно, да, мы почему-то не можем отсылаться к тому, что находится за пределами симуляции. Просто Патнем запретил, сказал и запретил нахуй. Гениально. Я на самом деле жду аргумента, который сам Кардаш выдвинет. Вот. Может быть, вот она сейчас и будет. Посмотрим. Просто мы уже 17 минут слушаем какую-то дичь. плюс-минус, которую знает каждый человек, который читал, собственно, тексты по истории и философии. Пока что это просто, ну, типа, база. Ничего против рассмотрения базы я, наверное, не имею, но это, наверное, мы витон в тех текстах, которые, ну, предназначаются, я не знаю, людям, которые уже начитаны. Можно просто было упомянуть, вот есть там Декарт, вот есть это, вот есть то, и как бы не париться. С тем, что уловка скептицизма невозможность отбросить сомнения в конечной истинности или ложности какого-либо суждения не сковывает нас так, как об этом думал Декарт. Забавно, что он еще говорит в уловке скептицизма, какая-то уловка, какая-то уловка, короче. И многое можно узнать, даже если эта уловка верна. Считается, что античный академический скептик Корнеат придерживался схожей позиции, когда говорил, что... Ну, здесь проблема заключается в том, как мы определяем знания и как мы манипулируем. Если мы считаем знанием нахождение разных корреляций в феноменальном мире, то ни один скептик не считает, что мы не можем ничего узнать. Корреляции между феноменами мы можем устанавливать без проблем. Для скептиков это не является проблемой. Да, может быть, эти корреляции рано или поздно исчезнут и появятся новые корреляции. Вот. И мы можем их, наверное, потом снова попробовать, переузнать, да. Ну, как бы для скептицизма здесь нет никакой проблемы. Основная проблема того, что Кардаш в целом, ну... Если он нас отсылает, опять же, к какому-то абсолютному скептицизму, который противоположен умеренному скептицизму, то он не понимает трактовки абсолютного скептицизма. Кардаш не понимает прям... Ну, как? Основных, неосновных. Короче, он знает о скептицизме из книжек, которые написаны нескептиками. Это такая, вы знаете, история философии, которая вся пронизана попыткой преодоления скептицизма, и почти все эти попытки преодоления скептицизма были довольно скороспелыми. Как у Декарта, например, довольно скороспело он попытался преодолеть скептицизм. Да так и почти все, включая Витгенштейна, Рассела. Кто-то просто ругать скептицизм начинал, как Рассел, не особо понимая, о чем идет речь. Кто-то пытался сформулировать свои аргументы типа Мура, не понимая сущности проблемы. Кардаш здесь, наверное, превзошел Мура, превзошел, наверное, Рассела, судя по всему, потому что эти люди вообще не особо хотели разбираться в теме. Но при этом он все равно не понимает основных фундаментальных моментов, в рамках которых его претензии, которые вот он сейчас выдвигает, они развеиваются просто с первой страницы, собственно, секста империка. Первую страницу открываешь, читаешь, разделение на феномены и номены, соответственно, в феноменах, как бы, сомневаться, типа, impossible, а номинальные всякие штуки, мыслимые имеются в виду, здесь не кантовское деление, а именно скептическое. Ну да, вот в них мы сомневаемся. Все. Поехали. То какие-то из суждений, принципов и теорий подходят для практического действия лучше, даже несмотря на то, что мы не отказываемся от сомнения в их окончательной истинности или ложности. И вот на горизонте появляется ужасное нечто Крипкенштейн или же Витгенштейн в интерпретации Крипке. С этими именами связывается проблема следования правилу, которая предлагает одновременно и очень странный и очень изощренный вид скептицизма. Суть проблемы в том, как из конечного набора примеров применения правила можно вывести то, как его применять в случае, который не входит в этот конечный набор примеров. Если проще, то когда вы применяется некоторое правило, чтобы достичь чего-то, то откуда вы знаете, что применяется то же правило, что и раньше? Существует ли какое-то общее мета или над правило о том, как применять конкретные правила? Какая разница. Основное затруднение здесь состоит в невозможности Вопрос, а какая, какая нахуй разница? Ну ладно. Найти некий непоколебимый или превосходный факт, который бы связывал новое применение правила со старым. Например, если вы используете аргумент от руки Мура каждый раз, когда спорите со скептиком, то скептик-витгенштейнянец может спросить вас, какой факт мог бы доказать, что в конкретный момент вы использовали этот же самый аргумент, что и обычно? Может быть, в этот раз вы применили неправило... Аргумент Мура развеивается буквально после прочтения. Аргумент Мура не является аргументом, который необходимо хоть как-то опровергать, простите. И на самом деле то, что в целом пишет Кардаш... Есть некоторые моменты, которые он от себя пытается писать. Вот эти моменты просто строятся на непонимании, если можно сказать, доктрины скептицизма. Доктрины просто у скептицизма на самом деле нету, доктрины у скептицизма нету, на непонимание сущности скептицизма, к сожалению. Ну, вот и ввиду этого то, что пишет Кардаш, оно неэффективно критикует скептицизм. Вижу свою руку, внешний мир существует, а правило вижу свою руку, внешний мир существует, только если я не жал руку в кулак. Откуда вы знаете, что всегда применяли именно первое правило, а не второе? На всякий случай подчеркну, что честная уверенность и очевидность это, как можно было заметить, не ответы для скептика, требующего все-таки некого интеллектуального обоснования. Суть в том, что все факты применения правила в итоге окажутся совместимы и с первым, и со вторым вариантом, а поэтому, несмотря на всю экстравагантность довода от проблем исследования правил, вы можете столкнуться с тем, что ничто, кроме вашего честного слова, не может подтвердить, что вы действительно всегда пользовались одним правилом, а не другим. Более того, если вы воспримите довод всерьез, то заметите, что у вашего честного слова в данном случае нет особой силы и даже интроспективно не очевидно, каким правилом вы пользовались все это время. Скептицизм, идущий от проблем исследования правил, подрывает неубежденность агента в том, что он узнает и делает, а в том, как именно он это узнавал и делал. Вместо правил и аргументов после проблем исследования правилу на руках субъекта остается только мистическое чутье, что нужно узнавать и делать так, а не иначе. Возможно, ситуацию с проблемой исследования правило лучше иллюстрирует случай предвзятости. Представим, что есть преподаватель, который считает, что в оценке учеников он всегда следует правилу, оценивая ученика вне зависимости от его пола и происхождения. Теперь же представим, что мы со стороны можем обнаружить, что ученикам женского пола и небольшого достатка такой преподаватель ставит оценки ниже, чем ученикам мужского пола и иного достатка в аналогичном случае. Вместе с этим интроспективно преподаватель может искренне считать, что следует именно непредвзятой формулировке правила оценки работ учеников. Ненавижу примеров. Игнорируем. Иначе говоря, человек может быть предвзят, но абсолютно не замечать своей предвзятости, что и показывает, насколько легко реализовывать одно правило, модель поведения, считая, что на деле реализуешь другое. Сам Крипке считал, что по Витгенштейну действительно нет такого факта, который мог бы удостоверить агента в том, что интроспективно он всегда пользовался одним правилом, а не другим. Однако решение находится в сообществе в форме жизни, которое представляет собой не только исток языкового значения, рождающиеся в языковых играх, но и область грубого согласия с некими фактами. То есть, если существует сообщество людей, которые аргумент Мура просто конвенционально понимают, как правило «вижу свою руку, внешний мир существует», то они могут удостоверять агента в том, что он действительно реализует это правило, а не другое. Правда, если субъект окажется в иной форме жизни, в сообществе людей, согласных с иными базовыми конвенциями, то внезапно окажется, что все это время он применял некоторые правила, которые сам не осознавал. Поскольку я отдаю отчет себе в том, насколько странная проблема следования правилов может показаться со стороны, то попробую привести еще один, потенциально более очевидный пример того, как она возникает в нашей жизни. По сути своей, так работают нормы публичного поведения. Вы можете считать, что следуете неким явным правилам, но единственное... Я считаю, что примеры – это очень антиинтеллектуальная штука. Можно сослаться лишь на то, что Кардаш пытается, собственно, написать это для аудитории, которая не имеет прямого отношения к философии. Примеры – это неуважительно, я считаю. То есть, если вы выйдете в аудиторию каких-нибудь нормальных специалистов серьезных и начнете забрасывать их примерами в своей теме, ну, например, я не знаю, вы биолог, и вместо того, чтобы какие-то содержательные вещи говорить, которые имеют отношение к вашей теме, вы начинаете приводить примеры из какой-то другой альтернативной темы. Вот это пиздец, блядь. Ну, это просто плохой тон. Это плохое использование своего времени и времени человека, с которым вы имеете дело. Вот. С другой стороны, с другой стороны, важно понимать, что Кардаш все-таки пишет на широкую аудиторию. Широкая аудитория хавает примеры, к сожалению. Ну, вот опять же, да, тот же Никита Образцов тоже очень сильно любит апеллировать к примерам. Это отвратительно в дискуссии, в прямой, например, да. То есть, когда мы с Никитой общались, это набор каких-то шизо-примеров, это ничего не значащих. Это, ну, как бы, чел занимает наше время, получается. Вот. Но здесь можно все же оправдать, потому что, наверное, все-таки, да, автор пишет не для специалистов, а для, собственно, широкой аудитории. То есть, окей. Мне это не нравится, я об этом выскажусь, мне это не нравится, я об этом выскажусь, но пусть будет так. Почему этот сценарий важен для любого, кто в том числе не заинтересован в подтверждении скептических гипотез? Если это показать не удается, то скептика можно заподозрить в предвосхищении оснований и принятии желаемого за действительное. Проблема следования правил... Он не принимает ничего желаемого за действительное... У Витгенштейна эпистемологическая проблема Юма скорее схожа с другими скептическими сценариями по их прилипчивости, и если эти доводы сработали, то отвязаться от них очень непросто. Слово «прилипчивость». Да. Сами же по себе обе проблемы не имеют столь глобальных следствий, как мысленный эксперимент с картезианским демоном. Проблема следования правил указывает на некоторый принципиальный элемент иррациональности в сердце нашего рационального способа культуривания мира правилами, теориями и концептуальными схемами. Проблема Юма указывает на принципиальную шаткость даже самых лучших из наших теорий. Нетрудно заметить, что обе проблемы могут оставаться сугубо логическими, фактически не так уже и сильно проявляя себя в практике познания. Отчасти нечто подобное замечал Квентин Мису, когда допускал возможности контингентной необходимости, то есть порядка, сложившегося из глобального хаоса. Так, и из иррационального хаоса человеческого мышления по случаю могут сложиться хорошие правила, а из разрозненных наблюдений надежной теории. Иррациональность и шаткость основания не способствуют познанию, но и не исключают его. Скипцизм Витгенштейна и Юма имеют больший вес в рамках сугубо философских исследований. Так, проблема следования правилу имеет значение для философии и математики, а эпистемологическая проблема Юма почти всегда упоминается как проблема индукции. Это не значит, что они далеки от обыденной жизни и предстают фантомами, бродящими по замкам высокой теории. Они скорее являют собой куда менее глобальный скепцизм, уже не связанный очевидным образом с тем, существует ли мир за пределами комнаты или нет. Приведенные мысленные эксперименты и проблемы хорошо маркируют два взаимосвязанных полюса скептицизм, где на одной стороне находятся ковровые, а на другой точечные доводы. На одной стороне у нас имеется своего рода провокация, претендующая на многое и откровенно экстравагантное в своих посылках. На другой стороне оказывается своего рода бомба замедленного действия, которая кажется незаметной и незначительно ровно до того момента, пока человек не увидит подрывного потенциала в той же проблеме. Короче, смотрите. Знаете, были такие ребята, которых звали софисты. Софисты, содержание учения софистов заключается прежде всего в том, что мы можем... Вообще в плюралистической картине мира оно отчасти заключается, да, то есть у нас есть разные возможные подходы и заходы, и мы можем по-разному все это объяснять и с этим работать, да. Софист может использовать бесконечное количество методов разных, чтобы доказать ту позицию, которую ему в данный момент выгодно доказать. Кардаш же, если вместо скептиков поставить сейчас софистов, я проведу аналогию, аналогия не аргумент, все дела, да, но чтобы проиллюстрировать это примером, мы же любим примеры очень сильно, вот. Кардаш буквально в данный момент пытается как бы вменить людям типа софистов то, что они использовали риторику, а риторика, она неубедительна. Хотя риторика, как мне видится, это крайне вторичный источник, который софисты легко бы могли заменить на более классный метод. Ну, например, убермаргинал, убермаргинал, вот что он делает в современном мире? Убермаргинал использует логику, но для чего он использует логику, напоминаю, да, и риторику? Он смешивает логику и риторику. Для чего он это делает? Для того, чтобы доказывать абсолютно любые позиции, которые ему, в общем-то, в голову придут. То есть мы также видим, что человек, испытывая, ну, исходя из определенной софистической установки, осознанно или нет, скорее всего, осознанно, в качестве основного метода использует логику. Кардаш, кстати, не так глубок, как то, что я здесь обозначил, потому что я сейчас здесь все-таки рассматривал именно конкретно методы, да, то есть есть софисты, у них есть некоторое содержание учения, в кавычках учения, да, и, соответственно, из него следует, ну, не следует даже. Исходя из этого, они могут применять разные методы, и в том числе среди методов они использовали метод риторики. И Кардаш бы в этом случае начал бы разбираться с методом риторики и показывать, что метод хуёвый, не добираясь до ядра софистики. Точно так же он делает и со скептицизмом, по сути, но на более поверхностном уровне, потому что он сейчас даже не к форме повествования придирается, не к методологии, потому что скептики тоже методологию вполне так себе менять могут на самом деле, а придирается к определенным тропам, получается, причем тропам, которые не свойственны только лишь скептикам. Это странно. Исследование правил. Например, в том, что идея Витгенштейна исключает индивидуальное знание вне формы жизни, вне сообщества тех, с кем потенциально знающие разделяет грубое согласие с неким взглядом на мир. Форма жизни, представленная единственной человеком, обречена либо на исчезновение, либо на статус безумца и отшельника. Любопытно, но при таком рассмотрении Декарта не спасает даже Бог, поскольку Витгенштейну даже не нужен злой демон, чтобы навечно запутать Кортезия в том, действительно ли он применяет тот же самый метод сомнения, если не имеется никакого интроспективного факта о том, что любое его сомнение было мыслительным действием одного и того же рода. В рамках этой статьи на этом оставим возможность создавать из скептических сценариев мультивселенную безумие, где буквально все и все работают против притязания субъекта что-то знать. Лишь коротко отмечу, что когда вы пытаетесь доказать, что... Да тут нет вселенной безумия. Потому что по факту все эти тропы, они у настоящего скептика не воспринимаются серьезно. Скептик не является сторонником мозга в бочке. И даже более того, если вы являетесь сторонником мозга в бочке, мы сразу вам предложим какие-то другие аргументы. Мозг в бочке в данном случае... Да, блядь, никто из скептиков не озвучивал концепцию мозга в бочке, потому что скептики умерли, блядь, в античности. Как? Опять же, да, тут еще один нюанс. Вот у нас есть античные скептики, абсолютные, неумеренные, абсолютные, это вот в античке они существовали. И все это время разбираются неабсолютные скептики. И Декарт не абсолютные скептики. Вообще Декарт, судя по всему, не очень даже как скептик как бы тянет даже на какой-то умеренный скептицизм. Мне кажется, Декарта натягивать, что бы ни было, умеренным скептицизмом не всегда получится. Так что в этом плане я осуждаю использование Декарта, Юма, Витгенштейна, вот это вот все к тому скептицизму, который Кардаш хочет как бы раскритиковать, все это не имеет никакого прямого отношения, к сожалению. Ну да ладно. Существует мир вне комнаты, то Декарт лишает вас опоры на очевидность, сценарий мозгов в бочке отнимает у вас притязание на полноту знания, проблема следования правилу лишает вас ясности в том, что именно происходит, когда вы пытаетесь что-то узнать. А проблема Юма делает лучшие теории и рассуждения лишь предположениями, над которыми домокловым мечом нависает возможность опровержения в будущем. Тропы Агриппы. Однако существует один скептический аргумент, который является собой альтернативу упомянутым полюсам скептицизма. Речь о проблеме эпистемического регресса, которая восходит к тропам античного скептика Агриппы. В них обращается внимание на то, что, занимаясь разумным обоснованием наших суждений, мы сталкиваемся с необходимостью бесконечно обосновывать все новые и новые суждения, являющиеся обоснованием для других суждений. Если глобальные скептические сценарии, вроде мозгов в бочке и демона Декарта, как и частные технические вещи, вроде проблемы индукции или проблемы следования правилу, в принципе можно грубо проигнорировать на основании их странности, то эпистемический регресс вообще не задействует никаких воображаемых ситуаций и формулируется с предельной ясностью. Игнорирование столь ясного довода будет не просто грубостью, а откровенным иррационализмом. Подчеркну, что когда я пишу о том, что некоторые скептические сценарии можно грубо игнорировать, то я не имею в виду, что это лучшее из реакций. Наоборот, игнорирование способно привести к наивному догматизму, который на пути продвижения своей теории не видит никаких препятствий. Окей, окей, суть проблем. Ну хоть оговорочка, хоть оговорочка. Хотя бы есть оговорочка, это уже неплохо. Но все-таки, но все-таки. По-моему, как раз, да, люди, которые игнорируют подобные доводы, они как раз лишают себя большого количества разного рода интересных размышлений, которые могли бы в итоге оказаться хоть в какой-то степени полезными для их интеллектуального развития, потому что все эти, в кавычках, доводы, скептические, якобы скептические, на самом деле нет. Они позволяют прояснить многие вещи в нашей теории познания в целом. Размышления над такими вещами регулярно приводило к каким-то интересным подходам к эпистемологии. В теории познания, эпистемологии, гносеологии. Здесь мы не будем различия какое-то делать, потому что речь идет прежде всего про тот этап развития философии, когда этого различия не было. Ну, как бы вот, да. И практически на любом этапе существования человечества, когда эти проблемы так или иначе всплывали, ну, что-то хорошее в итоге происходило, что-то интересное, по крайней мере, происходило. Не скажу, что мы прямо к познанию приблизились, но что-то интересное происходило. На базе подобного рода проблем, парадоксов каких-то, да, собственно, мы, люди, делали какие-то интересные предположения. Ну, да ладно. А тут просто брать и игнорировать. Просто брать и игнорировать. Хоть Кардаш сказал, что это, что он все-таки не является сторонником такой стратегии все же, да, но люди, которые так делают, мне кажется, мэх, нехорошо, нехорошо поступают, нехорошо поступают. Они сильно себя ограничивают и сильно ограничивают дискурс и свой, вообще мировой дискурс сильно ограничивают. Печально. Разумы эпистемического регресса складывается из нескольких умозаключений. Стандарт разумного убеждения состоит в том, что оно является обоснованным. Разумные суждения не постулируются просто так, без каких-либо аргументов, доводов или свидетельств в их пользу. Обоснование в широком или аргументативном смысле это, как правило, другое убеждение или суждение, которое подкрепляет исходное. Таким образом, требовать доказательств, обоснований и аргументации в пользу уже приведенных доводов это продолжение того же стандарта рациональной полемики. Получается, что процесс идеального рационального доказательства или обоснования просто никогда не может закончиться именно рациональным доказательством. Еще Гриппа подмечал два вероятных исхода, которые в итоге противоречат идее разума. Ну не, я могу против этого сказать, что может быть как-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, каким-нибудь магическим, немагическим образом. Можно найти, знаете, источник верных высказываний, может быть, хрен его знает. То есть, как скептик, как скептик, я вынужден все-таки сказать, что убедиться в данном аргументе я не могу. Понимаете, опять же, а вдруг? А вдруг всякое может быть? Зумного обоснования. Первый вариант в череде обоснований можно упереться в суждения, которые будут приниматься не на основании доводов, а на основании веры и простой убежденности в них. Второй вариант в череде обоснований легко попасть в логический круг, повторяя одно и то же обоснование различными словами, апеллируя к одним и тем же источникам обоснования в разных формах. Что любопытно, именно модификация двух этих исходов предстает основными стратегиями противостояния эпистемическому регрессу. Первая из стратегий – это фундаментализм, пять и в обосновании, который предполагает наличие фундаментальных суждений, которые сами по себе в обосновании не нуждаются. Вторая стратегия – это когерентизм, согласно которому проблемы регресса решаются за счет достаточной сети обоснований, где одни суждения поддерживают другие. В этом, естественно, нетрудно заметить параллель с теориями истины. Корреспондентной – истина – это соответствие реальности, и когерентной – истина – это соответствие прежним или параллельно выдвигаемым положениям, каждая из которых поддерживает истинность друг друга. Радикальный скептикс… Проблема, опять же, заключается в том, что когерентная истина кому нахуй интересна вообще в мире нашем, кроме некоторых философов. А во-вторых, античные скептики, они не имели отношения к этому самому понятию. Я, честно говоря, думаю, наши греческие предки, они бы охуели с той чепухи, которую мы нагородили в области теории истины. Скорее всего, не признают ни одной из стратегий, но обе все-таки являются, как минимум, инструментальным решением проблемы регресса. Это значит, что даже если регресс сохраняется в смысле концептуальном, то в той области, в которой нам важно, чтобы наши теории как-то регулировали наши практические действия, такие стратегии применимы. Когда вам нужно… Проблема заключается в том, что у скептика возможны такие стратегии, которые будут регулировать, соответственно, его жизнь и его действия. И, соответственно, у скептика есть определенные представления о приятном и неприятном, они феноменальные. У скептика есть определенные представления… Ну, как представления? Они феноменальные. Понимаете, это то, что базируется на феноменах. Здесь просто… Здесь все слишком просто. Скептик здесь не испытает какой-то большой колоссальной проблемы. Мол, а как мы будем выбирать, не знаю, какие позиции нам, собственно, рассматривать, какие позиции нам убирать в жизни, да, там, не знаю, пить чай, не пить чай, к врачам обращаться, не к врачам обращаться, сомневаться ли во врачах или не сомневаться во врачах, например. Скептик здесь легко вам просто возьмет и разложит все по полочкам. Он вам буквально как бы, не знаю, скажет, вот у вас есть, соответственно, определенный набор корреляций. Набор корреляций. Вроде бы, да, корреляция большинства людей указывает на то, что вот медики, например, работают нормально, все остальные работают хуёво, да, в среднем. Ну, всё. Это не имеет отношения к истине, это не имеет отношения, там, не знаю, к чему-то такому. Все эти современные новые представления об истине мне кажутся, ну, просто чепухой. И если бы, опять же, да, наши предки, они внезапно всё это бы увидели, они бы охуели, потому что, ну, тут очень много бреда, соответственно. Да, давайте, а давайте мы будем критиковать скептиков, подходя к теории истины не так, как подходили они, блядь. Ну, гениальнее, гениальнее в ответ на критику скептическую, конечно же. Ну, наши предки-философы, я имею в виду, они бы охуели просто с этого, с таких подходов. Мол, а давайте просто возьмём и поменяем термин, и вот уже проблема скептицизма оказалась решена, допустим. То есть, смотрите, то, что скептики и так учитывали, то, что у скептиков и так работало, только в области феноменального и к истине оно отношений не имело, а давайте всё это переделаем, назовём это истиной, будем там в это верить, не верить, и всё будет заебись. Охуеть, круто, классно работает. Доказать, что за окном вашей комнаты находится некий мир, то инструментально вам нужно будет выбрать стратегию сопротивления регрессу в обосновании. Либо ваше доказательство будет сводиться к некому фундаментальному факту, либо поддерживаться множеством фактов когерентной теории. Пример эпистемического фундаментализма в обосновании — это классический процессуальный релайбилизм Алвина Голдмана. Согласно этой теории, обоснование — это вообще не продукт вербально высказанной аргументации или цепочки умозаключений. Да-да-да. Ещё один чел, который придумал альтернативное какое-то объяснение тем вещам, которые просто раньше определялись. Окей, окей, окей. Релайбилисты шокируют скептика, поднимающего проблему регресса, уже тем, что в пределе не считают, что обоснование или доказательство требует хоть какого-то явного представления. Вместо этого, согласно Голдману, обоснование — это продукт надёжности наших когнитивных процессов, где надёжным признается тот процесс, который в смысле чистого результата чаще приводит к истинным убеждениям, чем к ложным. Короче, как вам определить истинности ложных убеждений в данном случае? И как скептик будет шокирован? И в каком смысле истинных или ложных? Ммм, кринж. Варя, когда вы видите в окно своей комнаты мир, то убеждение в том, что за пределами комнаты есть мир для релайбилистов, и если чем-то и обосновано, то когнитивным процессом зрения, который ввиду эволюции человеческого глаза является надёжным. Ну, пиздос, короче, да. Очень, 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 очень хуёво. Кардашу здесь претензий, кстати, нет. Кардаш нормально пересказывает. Вот. Охуеть, как разрешили сомнения. Ммм. Чувствуете запах, как это называется, необходимости признать правоту оппонента? Я не чувствую. Когда вы пытаетесь убедить другого человека в существовании мира за пределами комнаты, то с точки зрения релайбилизма это не вопрос передачи обоснования, а вопрос убеждения кого-то другого. Поскольку верить на слово — это крайне ненадёжный когнитивный процесс, то собеседник может разумно вам не доверять даже в том случае, когда вы правы. Возможно, релайбилисты... Что значит правы? Опять же, если речь идёт о каких-то жизненных советах, скептик, почему бы ему и не иметь этих жизненных советов. Ну, например, не знаю, вот мы у нас на канале находимся, и я вам рассказываю про браки всякие. Это вообще нихуя не противоречит скептицизму, по сути. То есть, ну, вы посмотрите на те законы, которые существуют, и при условии того, что эти законы соблюдаются, если они соблюдаются, то, ну, вам полный пиздец в браке получается. Ну, как полный пиздец. Вы вряд ли хотите остаться без половины своих денег и прожить свою жизнь в нищете, например, да? Когда ваша квартира отдана какой-то самке, человека, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Скептик вполне может себе представить, что будет человеком, у которого нет денег. Ну, скорее всего, в некотором таком усреднении. И это вполне так себе феноменальный мир. То есть, скептик может себя поставить на место другого человека в данном случае. Это вообще-то не догмы в данном случае, понимаете? То есть, если любой человек нормально так обмозгует тему с браком и подумает, блядь, стоп, а нужно ли отдавать половину своей квартиры какой-то, блядь, рандомной тянке, которую мне вот выебать сейчас хочется. Наверное, это было бы не очень круто. Даже если я ее дико люблю, наверное, это какая-то такая ситуация, да, которая, ну, вряд ли будет мне приятной. Вот. Ну да, типа в бытовых вещах. Типа в бытовых вещах. Там, в принципе, мы высматриваем разного рода корреляции разных действий, и все получается нормально. Более того, давайте так. Если речь идет о, в кавычках, науке не в смысле, как создание фальсифицируемых теорий, а, например, о тех науках, в которых замечаются разного рода корреляции, например, в медицине. Медицина же не наука, да, как бы мы здесь трактуем обычно, но если мы говорим о медицине как об академической дисциплине, которая имеет отношение к разного рода корреляции, ну, да, есть корреляции между организмом, между принятием организмом этих лекарств каких-нибудь, между, не знаю, излечением после, там, отрезания ноги, да, там, не знаю, у тебя нога гниет, тебе ее отрезают, вот тебе феноменально, как бы, ты исцелился, да, остался без ноги, но не сдох хотя бы. Поток феноменов твой не закончился, соответственно. А вот, а если бы, соответственно, тебе ногу не отрубили, не отрубили бы тебе ногу, если бы, ты бы, скорее всего, твой поток феноменов бы закончился. Ну, по крайней мере, именно такой процесс наблюдается у огромного количества людей. Можешь, конечно, сомневаться, что это так будет, но, как бы, здесь корреляция, практика. И все, практика, корреляция, скептики этого вообще не касаются. Мне кажется, основная уловка вот этого, собственно, этой статьи, она заключается в том, что автор, вообще не автор не самостоятельно, конечно, это делает, просто это в истории философии так сложилось, в аналитической философии особенно, подменяет понятие знания, подменяет понятие истины, и ловко такой говорит, а вот смотрите, а на улице идет дождь, знаете, вот, и мы не можем в этом сомневаться, допустим, как бы, я не знаю, вы можете руку высунуть, и там капля вам по руке падает, там, или еще что-то, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, немножко не так я, наверное, выразил эту идею, но все же, но все же, да, как бы, автор как будто бы, я не знаю, вот, тотально упрощает, тотально упрощает то, что думали скептики, тотально упрощает то, что думали скептики, и пытается вот эту вот стратегию автора сейчас вспомню, Алвина Голдмана выдать хоть за что-то более-менее серьезное в критике скептицизма, хотя на самом деле скептицизм, ну, по сути, это все разносит в пух и прах. Причем именно античный скептицизм все это разносит в пух и прах. Это совсем, совсем не актуальная стратегия. Могут сказать, что проблема скептиков, приводящих тропы Агриппы в том, что они придают слишком большое значение самому акту высказывания аргументации, который менее надежен, чем другие когнитивные процессы, но при этом имеет преимущество в виде возможности передать обоснование убеждения другому. Здесь можно справедливо подчеркнуть, что на фундаментальном уровне познания работает не так, как это представлено в тропах Агриппы. Например, сначала экспериментатор наблюдает некие эмпирические факты, а уже потом пишет статьи, в которые пытается в чем-то убедить коллег по науке. Когерентизм же заходит с другой стороны, типично начиная с того, что дело не в отдельном убеждении, а в их системе. В том, как рамках одного мировоззрения между собой связываются различные суждения и факты. Когда вы пытаетесь доказать, что за окном вашей комнаты существует мир, то для когерентиста будет иметь значение, как вы объясняете свою ситуацию, собственную соотнесенность с миром и так далее. На самом деле здесь трудно привести пример какого-то исчерпывающего списка фактов, на которые мог бы опираться когерентист, поскольку его позиция о принципиальной ином. В качестве примера можно привести прагматизм Дьюи, в рамках которого знание это результат исследования, а само по себе исследование может быть крайне поливариативным по своей структуре, но определенно когерентным, то есть исключающим внутреннее противоречие, банальные логические ошибки, нанси Куитер в суждении... Во-первых, скептики никогда в жизни не называли это знанием, это раз. То есть забавно скептикам адресовать какую-то критику и делать вид, что, знаете, это все об одном и том же речь идет в данном случае. Но речь-то идет о разных объектах, одно дело это, собственно, наши когерентные разные представления теории, другое дело это соответствие наших представлений реальности. Это просто разные штуки. Да, по какой-то нелепой случайности это все называется теориями истины в современной аналитической философии, ну оттого мы и сталкиваемся с таким бредом. И так далее. Как и всегда, существуют альтернативные, но менее распространенные варианты. Например, инфинитизм, согласно которому обоснование как раз должно быть бесконечным, не круговым и не повторяющимся всех шесть. Как же тогда разрешается проблема эпистемического регресса? Как мне видится, для инфинитистов она из проблемы преобразуется в регулятивный принцип. В тропах Агриппы они видят законный идеал обоснования. А в чем проблема здесь для скептицизма? Можно вопрос, в чем проблема здесь для скептицизма? Скептик может использовать концепцию инфинитизма для опровержения неинфинитистов и может использовать, собственно, концепцию регресса, для опровержения всех остальных. Проблема Кардаша заключается в том, что он не понимает ядро скептицизма. Он не понимает самую центральную его недоктрину, конечно, но именно вот сердце скептицизма им не прочувствовано. Он не понимает, что такое сомнение. Он почему-то сводит сомнение к тропам Агриппы почему-то непонятно. Опять же, это тропы, блядь, это тропы. Относитесь к ним как к тропам, не как к аргументам, не как к верованиям, не как к догматам. Это не то, во что скептики веруют, как бы. Понимаете, в чем дело? Вот. Притом, заметьте, что Кардаш в данном случае приводит... А вот вы посмотрите, есть тропы Агриппы, и мы приводим им альтернативные методы. То есть он не приводит какие-то тотальные, разъебские, там, не знаю, аргументы, которые уничтожают скептицизм сам по себе, а он приводит именно просто смотрите, у нас есть тропа Агриппа, у нас есть нет тропы Агриппы. Все, скептицизм как бы сосать получается. Нет, скептицизм-то как раз про то, что у нас есть подход Агриппа с регрессом, у нас есть инфинитизм, у нас есть то, у нас есть это, у нас есть пятое, у нас есть десятое, и хуй знает, что из этого действительно, ну, дарует нам познание, так скажем. И дарует ли вообще, и может ли что-то даровать? Сомнение-феномен, да. В этом и заключается, соответственно, проблема Кардаша. Он слишком много времени уделяет каким-то конкретным проявлениям скептицизма, которые, ну, просто зависят от окружения. Если представить скептика вечным спорщиком, который бессмертен и путешествует по миру и так далее, и так далее, и так далее, да, то, что скептик будет озвучивать, будет просто прямо противоположно тому, что является в том или ином мире, в данном случае, мейнстримом. Ну, или, соответственно, да, очень-очень крутой скептик, абсолютный ум, да, абсолютно умный скептик смог бы противопоставлять каждому своему оппоненту противоположную и достаточно убедительную точку зрения, противоположную точки зрения этого оппонента, конечно же. И вполне так себе скептик мог бы озвучивать тезисы инфинитизма, мог бы озвучивать вполне так себе тезисы эпистемического фундаментализма, мог бы вполне себе озвучивать буквально все, что угодно. Как-то так. Конечно, требование наличия некругового обоснования у любого утверждения, служащего обоснованием какому-то другому утверждению, это невероятно сильный стандарт, поскольку мы понимаем, что фактически, если и не невозможно, то трудозатратно приводить бесконечные обоснования некой позиции. Такая трудозатратность и мотивирует скептизм относительно наших способностей к обоснованию, тогда как инфинитизм со всей прямолинейностью принимается за решение невыполнимой миссии. В некотором роде схожие представления можно встретить в философии науки. Так, Поппер считал, что все теории стоит рассматривать только как аппроксимационные, то есть приближающиеся к истине. Нетрудно представить, что это приближение может быть потенциально бесконечным процессом. Более ярко инфинитизм заметен в принципе пролиферации Фейеробенда, который считал, что продуктивная научная деятельность подразумевает бесконечную разработку альтернативных теорий, новых концепций и способов обоснования. Но можно ли применить сразу несколько стратегий? В целом, ничто этому не мешает. Тот же самый прагматизм, несмотря на то, что буквально по всему своему духу ближе к агерентизму, может также представить и фундаменталистский критерий в виде работоспособности теории как финального способа ее проверки. Особенно интересно в контексте совмещений стратегий взглянуть на Витгенштейна. Уже упоминавшаяся идея форм жизни – это сама по себе архетипичная форма эпистемического фундаментализма, предполагающая базовые факты, с которыми возможно только грубое согласие без изощренных обоснований. Собственно, идея форм жизни потенциально преодолевает любой скепцизм. Идея форм жизни потенциально почему? Так вот, мне кажется, опять же, если бы Кардаш вообще в принципе мог бы посмотреть это видео внезапно, мог бы посмотреть это видео, к сожалению, его предвзятое отношение ко мне, например, и много еще кому, может быть, к сексту эмпирику, может быть, еще кому-то, к перрону и так далее, они бы помешали бы ему оценить тот тейк, который я ему противопоставляю. По сути, я говорю, что Кардаш выставляет в качестве скептицизма некое пугало. Кардаш, который думает, что он хорошо знает историю и философию, что он знаток скептицизма, он также приглашал вот еще одного своего коллегу, в общем-то, который в скептицизме разбирается, да, и он разбирается в скептицизме, кстати, ничего против я не имею, но то он думает, что, соответственно, он думает, соответственно, что вот я-то шиз, я хуйню несу, и поэтому вот это важное вот это высказывание просто даже рассматривать не стоит, потому что скептицизм — это не тропы. Тропы — это очень побочный продукт скептицизма, это крайне побочный продукт скептицизма. Опровержение тропов, опровержение позиций, которые так или иначе мог бы использовать скептик, абсолютно бессмысленно, абсолютно никак не касается скептицизма и абсолютно никак не разрешает проблему скептицизма, как это обозначил Кардаш. Но как бы вот, но как бы вот, да, к психогенетике никак не знаком с материалом. Одновременно с этим у Витгенштейна можно найти и своего рода гибридный взгляд в виде идей о петлевых или осевых предложениях. Он считал, что существуют столь фундаментальные положения, что они подобны петлям, на которых держится дверь теории. Дабы не искушаться метафорой замены петель двери, эти предложения также корректно представлять абстрактной осью. Суть как раз таки в том, что от петлевых предложений отказаться нельзя, не отказываясь от некоторого сегмента взглядов на реальность в целом. Причем, сами по себе подобные предложения предполагают рассуждения по логическому кругу, но информативного характера. Пример такого информативного круга – Бог – это всеблагой Бог. Собственно, для верующих предложение Бог существует и является петлевым. Идея Витгенштейна в том, что верующий принципиально не может отказаться от принятия такого предложения как истинного, не переставая быть верующим. Элемент того, что вокруг фундаментальных петлевых предложений непременно имеются некие теории и соответствующие взгляды, роднят такую идею с когерентизмом. Неисповедимые пути догматизма. Существует ли какой-то универсальный довод против скептицизма? Как ни странно, но большая часть мыслителей-скептиков и скептических рассуждений подвержены одному недугу, исток которого берется в несовместимости скептицизма с догматизмом. Вполне ясно, что если скептик выступает за существенную роль интеллектуального поиска и сомнения, считает, что стоит отказываться от суждений, об истинности или ложности, то его позиция предполагает неприятие догматизма, то есть некритичного принятия некоего суждения. В ином смысле... Блядь. И все в итоге скатилось на дно в конце. Прям совсем на дно. Типа скептицизм тоже позиция. Поняли? Поняли, а следовательно, он, собственно, догматичен. То есть непринятие догматизма есть некритичное принятие некоего суждения. Охуенно, что могу сказать. Гениально. Просто гениально эту хуйню озвучивали уже в античности, она уже тогда не работала на самом деле. Абсолютно немощный аргумент, по большей части. Ну, что? Ну, что? Есть люди, которым как бы плевать на убедительность всех аргументов, как я понимаю. Ну, и больше того, большая часть мыслителей, скептиков, скептических рассуждений, и вообще в целом, да, я бы подчеркнул, что в современном мире нету мыслителей, скептиков. Или их очень мало, и в публичном поле они почти не появляются. Также и скептических рассуждений их тоже довольно мало в чистом виде, потому что так или иначе тот или иной человек, который называется скептиком, он исходит из тех или иных убеждений. Также важно подчеркнуть, что скептик отказывается не от суждений, а от убеждений. Это решает очень большое количество проблем, потому что, опять же, убеждение феноменально, неожиданно. То есть, как сомнение феноменально, так и убеждение феноменально. Отказываясь от убеждений, ну, как бы мы это даже можем неосмысленно от них отказываться, понимаете, в чем дело. То есть, вполне достаточно, вполне достаточно того факта, что убеждения к тебе больше с той самой периодичностью, как раньше, не липнут. То есть, если раньше, до скептицизма, до состояния абсолютного сомнения, ты облипал разными догмами, то уже после этого состояния, ты как бы, не исходя из какого-либо убеждения, ну, просто мнению сложнее обосноваться в территории твоего, собственно, сознания. Если оно обоснуется в конечном итоге, конечно, то снова станешь нескептиком. А если не обоснуется, ну, ты скептик, соответственно. Ну, скептик не против, может быть, есть какая-то очевидность, может быть, нет никакой очевидности. Просто эта очевидность не вполне предъявлена в данном случае скептику. И опять же, да, тут говорится, как ни странно, но большая часть мыслителей скептиков, проблема заключается в том, что тех, кого он обозначает мыслителями-скептиками и те, которые считают, что нужно отказаться от догматизма, всем вместе за руки взяться и отказаться, я сильно упрощаю, да, это не скептики просто. Люди, которые идейно отказываются от догматизма, потому что догматизм – это плохо, потому что догматизм – это хуйта там и так далее, и так далее, и так далее. Это не скептики. Все, по определению. Ну, да ладно, ну, да ладно. Но проблема того, что мы называем многих людей скептиками, вот, да, и то, что многие люди самоназывают себя скептиками, это просто проблема, которая последовала за нами из, собственно, эпохи Возрождения, нового времени, из-за неправильного понимания скептицизма. К сожалению, скептицизм был непонят. Это самое непонятое мировоззрение из всех, которые были представлены в античном мире. Ну, может быть, не из всех, но одно из самых непонятых, так скажем, одно из самых непонятых, к сожалению. Вот. Ну, да ладно. Если аргумент от руки Мура называют догматичным. В конечном счете... Ну, и самое главное, я замечу, что в целом, в целом, Кардаш, он довольно позитивно высказывается об умеренном сомнении. Вот. То есть умеренное сомнение типа норм, да, у него относительно позитивные какие-то коннотации относительно этого умеренного сомнения. И мы видим, что скорее Кардашу не нравится некое такое вот абсолютное сомнение. И я, опять же, не понимаю, почему, разбирая абсолютное сомнение, ну, так что ли трудно обратиться к людям, которые это абсолютное сомнение так или иначе прорабатывали, продвигали. Почему бы не понять концепцию именно абсолютного скептицизма, а не какого-то там, не знаю, скептицизма Декарта, Юмы и всех остальных, которые, по сути, скептиками не являлись. И ни один бы скептик античности не признал бы в них, в этих людях своих, собственно, союзников. Ну, да ладно. В счете, можно ли представить что-то более противоположное скептицизму, чем догматизм? Удивительно, но классический скептицизм оказывается под опасным обвинением в догматизме, связанным с безусловным следованием догме интеллектуального поиска и сомнения. В скептицизме нет этой догмы. Классический скептицизм так называемый, если он имеет в виду, опять же, скептицизм секста-эмпирика, там, не знаю, перроны и так далее, так далее, так далее, он не оказывается, собственно, в догме интеллектуального, собственно, поиска и сомнения. По определению, пока ты сомневаешься во всем, ты абсолютный скептик. По определению, как только у тебя появляются какие-то стабильные, стройные убеждения, которые ты исповедуешь, ты перестаешь быть скептиком. Все. Более того, здесь даже оценки давать бессмысленно, там, скептики хорошие, скептики плохие, скептики классные, скептики не классные. Просто у скептицизма, помимо того, что это есть некое состояние, у него есть также и свои бонусы для жизни, которые вам в целом помогают. В феноменальном мире это вам поможет, не знаю, обрести более спокойное состояние, атроксию некоторую, позволит вам более безразлично относиться к тем или иным вопросам. А во многих ситуациях, в жизненных ситуациях, это прям дико полезный навык, который вас невероятно выручит на самом деле. позволит вам больше все оценивать с такой вот прагматической точки зрения, но на уровне феноменальном, как лучше поступить согласно. У меня цель, допустим, я хочу, чтобы мне было приятно. Это желание, я хочу, это феноменальная штука, это не убеждение. Я хочу соку, я хочу шоколадку, например. Я хочу шоколадку. Какие корреляции в мире существуют, чтобы эту шоколадку достать, например? Скептик может решить эту проблему, хотя и каждый человек может решить эту проблему. Ну, допустим, человек убежденный, например, в том, что шоколадки, не знаю, сделаны из ГМО, и они нас нахуй убивают и так далее, так далее, так далее. Да, вот такой человек убежденный. Он может вообще сказать, что шоколадки, они зло, и от них надо отказаться. Ну или, например, человек, который хочет, может быть, шоколадку, и не считает, что они зло, он может посчитать, что эти шоколадки находятся только лишь на Луне и не будет искать никаких корреляций, потому что он полностью убежден в том, что эти шоколадки находятся на Луне, да, соответственно. Ну и он будет действовать неэффективно в соответствии с теми взглядами, в соответствии с теми желаниями, которые он имеет. Он будет действовать хорошо в соответствии с теми взглядами, которые он имеет, но не будет действовать хорошо в соответствии с теми желаниями, которые он имеет. Скептицизм здесь нас освобождает во многом. Более того, скептицизм открывает нам дорогу к новому типу германефтики, который греки античные не разбирали, к сожалению. Я этим занимаюсь в том числе. А есть многие вообще возможности для того, чтобы заниматься кептицизмом и извлекать большую пользу для себя в феноменальном мире, в том числе в общении с людьми. То есть вы можете для каждого нового человека оказаться совершенно другим, тем, каким этот человек хочет, чтобы вы казались. Я подобными практиками занимался, например, в академической деятельности. Ну, просто потому что я, на самом деле, даже писал работу, противоположную тем взглядам, которые я имел. И для меня это было нормой. Я не вижу в этом никакой проблемы, на самом деле. Кстати, Кардаш в этом видит большую проблему, но я в этом не вижу никакой проблемы, потому что... И что? Какая разница? Я извлек пользу. Я защитил кандидатскую работу. Я знал, что если я буду защищать работу по абсолютному скептицизму, германефтике своей собственной, не знаю, доксологии, какой-нибудь философской комбинаторике и всем остальному, академические философы это не примут. Скорее всего, во-первых, да. Во-вторых, там большинство людей это просто, ну, как бы гуманитарии в плохом смысле этого слова, да. То есть это люди, которым важно, чтобы ты красиво и правильно сказал про красивых и правильных людей. То есть, да, вот в плохом смысле гуманитарий, это человек, находящийся под эффектом, под флером определенных классиков, прекрасно красивых личностей. Мол, Платон, такой прекрасный, такой хороший, такой классный, да, там, я не знаю, Витгенштейн, я так дрочу на этого Витгенштейна, как же он хорош. Да, то есть вот люди, которые буквально дрочат на персоналии философские, ну, их много на философском факультете, это своеобразные филологи от мира философии. Вот филологи очень часто, не всегда, но очень часто дрочат на тех или иных писателях, их изучают, и просто вот мастурбация бесконечная идет в адрес некоторых авторов. Отличный пример этому Жаринов, например, Евгений. Ну, его сын тоже, отчасти, но немножко в меньшей степени. Среди философов таких людей тоже много. Ну, вот я, например, выполнил, наверное, одну из высших интеллектуальных целей, которые можно иметь в таком, знаете, формальном смысле, получил кандидатскую степень с помощью, собственно, с помощью скептицизма, по сути. Да, я не преподносил позицию скептика, но я принял позицию, которая плюс-минус была зафоршена на факультете антологии теории познания. Я использовал Хайдегера, да, то есть я мимикрировал под такого около Хайдегерианца современного, который отсылает нас там и к Слаттердайку, и к Башляру. Хотя ни один из этих дискурсов я не поддерживаю. И потом, после написания диссертации, я написал как раз критику на эту самую диссертацию. То есть вместо того, собственно, воображения стихийного и спонтанного, которое в моей статье, в моей диссертации, в общем-то, прописывалось, я прописал текст «Апофатическое воображение», где я провел феноменологический анализ воображения, проанализировал образы, вообще проанализировал человеческие способности, и на базе этого показал, что нам тяжело вообще в целом отличать способности друг от друга на феноменальном уровне. То есть память, восприятие, мышление и многие другие способности, они просто буквально перемешиваются в какую-то единую череду образов, смыслов, каких-то эмоций, ощущений, и отличить одну способность от другой оказывается крайне трудно, и поэтому вообще в целом непонятно, а есть ли оно это самое чистое, стихийное, спонтанное, оторванное от всего остального воображения, которое является, как писал Кант, и потом Хайдеггер за ним повторял, источником для таких способностей, как чувственности, рассудок, разум, вот это вот все такое, да, я во всем этом усомнился, потому что я вообще потерял критерии различия всех этих вещей. То есть у меня есть работа, которая опровергает мою работу, написанную вот так вот, но я понимаю, что эту работу, критику, не приняли бы в академическом сообществе, но для себя я ее написал, и вы ее можете прочитать в открытом доступе, между прочим. То есть в целом, получается, да, моя философская мимикрия оказалась, ну, чуть ли не на высшем уровне, не на высшем уровне. Я, кстати, я практически уверен, если бы я был помладше, если бы я был помладше, а Кардаш, допустим, был бы кандидатом наук, не я был бы кандидатом наук, а он был бы кандидатом наук, мне бы с помощью скептицизма, ну, не составило большого труда наебать его и, собственно, сделать вид, что я люблю, что я уважаю, читаю, респектую тех философов, которыми он увлекается. Вот если бы он был моим научным руководителем, мы бы вместе прорабатывали какую-то тему, ее бы вместе развивали, и он бы даже подвоха не заподозрил до тех пор, пока бы не оказалось, что я защитил кандидатскую, вот, и потом, собственно, начал разъебывать разных мыслителей, ну, разъебывать, критиковать и так далее, так далее, так далее. Польза скептицизма, причем польза скептицизма на самом высшем интеллектуальном уровне, ну, самый высший, ну, типа, ну, как, самый высший социально-интеллектуальный уровень, то есть это, конечно, сама кандидатская не подтверждает тот факт, что, да, я там великий, супергений и так далее, и так далее, и так далее, да, и даже вообще не очень много чего подтверждает. Но именно вот как философ, как философ, ну, кандидатскую иметь лучше, чем не иметь кандидатскую. И получить ее довольно сложно, довольно сложно. Не просто приходишь, не просто защищаешь, ты делаешь большое количество разных операций, ты общаешься с большим количеством людей, и это нередко похоже на допросы, по сути. И способность такой философской мимикрии, которая открывается с помощью абсолютного скептицизма, это очень вкусная способность, это очень серьезная способность. Ну, и также отказ от всякой этики, которая вас, да, так или иначе к искренности призывает, ну, как отказ, не полный отказ, но как бы... Сомнение в этой этике позволяет вам делать огромное количество разных действий. Классно. Короче, классно. То есть скептицизм, он не только, да, практически никак не задевается аргументами Кардаша. Одновременно с этим он преподносит нам огромное количество всевозможных полезных следствий. Декарт же в таком случае вдвойне грешен, поскольку помимо догмы сомнения, просто принимаемая идея о том, что во всем нужно сомневаться, он обращается еще и к христианским догматам, чтобы ограничить первую догму. Так и эпистемический регресс строится на догматическом требовании приводить основания для оснований и так далее. Охуенно. Кардаш не понимает, как работает скептицизм до сих пор. Что, конечно, неудивительно, но вот человек не понимает. Я понимаю, что трудно, я понимаю, что во всем этом говне разбираться сложно. Окей. Именно факт упорства в сомнении и поиске оказывается для скептика абсолютно не скептической частью его позиции. Попытка же сделать для догмы сомнения и исключения выглядит непоследовательной. Ну, кстати, давайте так. Вот есть такой преподаватель Дмитрий Гусев. И он, соответственно, отказался от скептицизма. Хотя он вроде был скептиком. Вот как раз он вроде реально был скептиком. Один из немногих людей, который реально был скептиком. Которых я вообще, в принципе, знаю. Пользу православия. Он сказал, я постарел, ну, хотелось бы хоть какие-то надежды иметь на, собственно, по смерти. Окей. Причина не очень убедительная, но, видите, да, просто у человека прекратилось вот это состояние скептицизма. Все. Как бы это может произойти. Скептик не убежден в том, что надо это сомнение поддерживать. Это то же самое, что говорить, что человек грустный, тоже догматик. Ты что-то грустный, блядь, такой. Хуй сосал невкусный, получается. Я не знаю. А, вот грустный человек догматик или не догматик? А веселый человек догматик или нет? Хуй его знает. То же самое и со скептиком. Скептицизм, само по себе сомнение, не есть убеждение. Это ощущение, соответственно. Да, это некое состояние. И тот человек, который это состояние поддерживает, который может его поддерживать, да, соответственно, который в нем поддерживается, даже так скажем лучше. Да, ты и есть скептик. Все. Для этого не нужны какие-то догмы. Они не обязательно. Нет, есть люди, которые думают, блядь, надо во всем сомневаться, надо во всем сомневаться. Но кто так обычно говорит? Давайте так. Больше всего говорят о том, что надо во всем сомневаться научные скептики. И основная проблема заключается в том, что они вот далеко не во всем сомневаются. То есть неожиданно люди, которые говорят, надо во всем сомневаться, обычно далеко не во всем сомневаются. Ну, большинство реальных скептиков не являются скептиками просто. Охуенно, Тимати, спасибо. Спасибо за комментарий. Ооо. Пиздец. Не, серьезно, я не думал, что Кардаш под конец съедет на такой пошлый аргумент, честно говоря. Пошлый, дурацкий и нерабочий. Ну, в очередной раз это подтверждает, что Кардаш мои статьи вообще в целом не читал, «Секста импирика» не читал, нихуя не читал, в общем-то, собственно, того, что надо было бы прочитать. Вместо этого читал всяких там Тимати Уильямсонов, блядь, которые к скептицизму не имеют никакого отношения, к сожалению. Вот. Очередной посредственный недокритик скептицизма, который, ну... ...скептицизма, которая потенциально делает почти любую его форму противоречивой позицией. Какое оно? Скептицизм легко может схлопнуться. Скептицизм не является позицией. В регрессивном рассуждении о том, что не надо наивно полагать, что мы нечто достоверно знаем. Но надо наивно полагать, что не надо наивно полагать, что мы нечто достоверно знаем. Этого нет скептицизма Я, честно говоря, не думал, что в итоге все к такой пошлятине, в общем-то, свалится Потому что эту же критику озвучивали и античные долбоебы, к сожалению Которые тоже не разбирались в скептицизме, но потому что они были оппонентами скептиков Им было невыгодно понимать скептическую позицию И как бы... Но это самый пошлый аргумент Это самый пошлый, самый поверхностный, самый идиотский аргумент Который базируется просто на том, что люди не знакомы со скептической позицией вообще То есть они не понимают базиса Ну да ладно Выход из комнаты Так что же, можно ли в итоге беспроблемно доказать, что существует мир вне комнаты, не выходя из нее? Конечно, но все сказанное выше иллюстрирует две идеи Одна из которых шла контрапунктом и по законам драматургии раскроется только сейчас Можно ли в итоге беспроблемно доказать, что существует мир вне комнаты, не выходя из нее? Конечно А пруфов, кстати, не было до сих пор Вот вы смотрите, на самом деле, какая пошлая и дурацкая риторика С отсылками на авторитеты всевозможные, которые не понимают скептицизм, по сути И, соответственно, ну вот вам, конечно можно Конечно можно, пруфов, кстати, не будет Или будут, или все-таки будут Давайте посмотрим Сейчас что-то будет, кульминация, давай В конце этого текста Чтобы всерьез задуматься о скептическом сценарии Будь то злой демон Декарта или наш вопрос о мире вне комнаты Нужно уже принять немало предпосылок Например, о наличии разума Возможность воображать и делать выводы Исключать очевидности и так далее Не уверен в существовании разума Возможность воображать, окей Ну как, чтобы это не значило На феноменальном уровне мы какие-то образы можем создавать и ощущать, судя по всему Делать выводы Ну и мы можем делать выводы, исключать очевидности и так далее Ну что дальше? Вернее даже сказать, что эти предпосылки не принимаются напрямую Поскольку ни один скептик не будет долго И нудно рассказывать о посылках своих умозаключений А получаются в качестве неожиданного бонуса За согласие рассмотреть скептический сценарий И Принять немало посылок Но сам скептик в эти посылки не верит, насколько мы знаем Позитивный урок скептицизма одной комнаты состоит не только в обозначении многочисленных ограничений такого Казал Ну честно говоря, я огорчен, это даже хуже, чем у Васила было Я дико огорчен, к сожалению Не, я не то чтобы думал, что Кардаш сейчас, знаете, возьмет и раскроет всю базу скептицизма И всех вокруг уничтожит и разъебет Ну то есть Но все же я предполагал, что может быть хотя бы на уровне Васила статья Не, Васил тоже был плох категорически Но здесь прям вообще плохо Здесь прям все вообще дико плохо, к сожалению И автор, ну как, поленился, не поленился Ну, блядь, да, надо читать какие-то более-менее правильные статьи от скептиков А скептиков в современном мире, ну, собственно, вы хуй где найдете Те люди, которые называют себя скептиками, типа там научных скептиков, еще каких-то там радикальных скептиков По факту они просто не скептики Потому что у них есть те или иные убеждения Все, конец А с непротиворечимой формой скептицизма, как у меня, например Нет, конечно, что я Там нельзя вроде ничего писать Так вот Ну, Кардаша разбираться не хочет, потому что Ну, что он меня, не знаю, он меня недолюбливает Вот так вот как бы Иррациональные причины здесь решают Ему не нравится моя, в кавычках, философская, как это там называлось Короче, становление меня как философа, как кандидата наук Не удовлетворяет критерии Кардаша Поэтому он отказывается признавать меня серьезным агентом аргументационным, хоть в каком-то смысле И серьезным агентом, который отвечает, собственно, за скептицизм в данном случае Поэтому он будет использовать в качестве аргумента не позиции самих скептиков А позиции Тимоти Уильямса Как там его зовут? Я его не читал, правда Тимоти Уильямсона, да Так вот, Тимоти Уильямсона, который нихуя не понимает, что такое скептицизм Вот это важно Вот это важно, да Из двух, собственно, из двух человек Кардаш выбирает слушать человека, который к скептицизму не имеет никакого отношения Скорее является его противником Рианом Ну и вот и все Ну так, так, наверное, действительно лучше То есть вместо открытой дискуссии Вместо открытой дискуссии Ну или обсуждения Не обязательно какой-то, знаете, тотально разъебской овнерской критики А именно в контексте какого-то рассуждения Даже в контексте рассуждения Кардаш не допускает такой возможности ...простого знания о мире за пределами некоего помещения Но и различных, внешних по отношению к вопрошающему, условий Которые делают даже такое простое и ограниченное знание возможным Иначе говоря, когда вы в чем-то правы То дело не только в вас и ваших когнитивных способностях Но и в том, что ситуация и условия мира в принципе позволяют достичь правоты в этом отдельном вопросе Мы же не доказали, что позволяют В итоге мы пришли к тому, что есть разные позиции По некоторым поводам, да Которые так или иначе со скептицизмом не соотносятся Не были приведены какие-то разрушительные аргументы Против этих позиций Кардаш в основном кривлялся, обзывался Там это скептики, уловки, все такое Ну и пугало скептицизма нам, конечно, подсунул Но в основном там даже против пугало скептицизма На самом деле ничего особенного не было Основной аргумент заключается прежде всего в том, что скептические сценарии Неэффективны, по мнению Кардаша Хотя это нихуя не скептические сценарии Это просто, ну, блядь, современная философия, шизофрения очередная Вот И при этом вот, вот он Вот он аргумент, да, неисповедимый пути догматизма Вот он здесь находится О, скептики не сомневаются в том, что нужно сомневаться Они не сомневаются в том, что нужно ебать догматикам Блядь, они убеждены, дураки, нахуй Это кринж Это кринж, полнейший кринж Тотальный кринж, соответственно, да То есть с учетом того, сколько нам пришлось вытерпеть до того, чтобы добраться до этих аргументов, собственно Это пиздец То есть небольшой, такой, нет, достаточно большой Дальше большой пересказ некоторых сегментов истории и философии нам пришлось вытерпеть Которые далеко не всегда имеют отношение к скептицизму напрямую И в итоге мы, блядь, столкнулись с самым банальным из аргументов, которые просто можно себе вообразить Это дико поражает Это дико поражает До такой хуйни не падал даже религиозный фанатик Васил В конечном счете, даже наш мысленный эксперимент исходил из допущения, что в комнате есть окно Поскольку если бы... Вопрос Так а как мы доказали, что за пределами комнаты там не пустота? Как это было доказано? Проблема данной статьи заключается в том, что даже в рамках того примера, который Кардаш озвучил Не прозвучало достоверного доказательства того, что за пределами комнаты как бы находится внешний мир Мы не получили убедительных доказательств того, что за пределами нашей комнаты находится внешний мир Удивительно Удивительно, как Кардаш вот здесь наебал своих зрителей Он просто в конечном итоге заявил Да, конечно! Да, конечно! Конечно, доказано! Конечно, блядь! А вы что, мне не верите? Конечно, конечно Я что, пиздобал? Я не пиздобал, нет Сегодня часто под скептицизмом подразумевают в первую очередь скептические аргументы, сценарии и подходы Но это кринж Ну да, так и есть, но это кринж как бы, да То есть в этом проблема современной аналитической философии, она неправильно понимает скептицизм Все просто У нас есть неплохой исторический повод сомневаться, насколько адекватно секс-эмпирик излагал учение скептицизма, возникшее за несколько веков до его рождения Ну, по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, у нас есть как раз источник Секс-эмпирик И там заявляется, что вот у нас абсолютно скептицизм Самая радикальная версия скептицизма мы читаем Да Там действительно самая радикальная версия скептицизма Может быть, пиранизм не был достаточно, кстати, скептичен в этом плане По факту Ну, потому что, судя по всему, у перона были какие-то свои более-менее четкие ориентиры там и так далее, и так далее, и так далее Хрен его знает, короче Если пероны не излагают достаточно хорошо перона, например, да Если эмпирик недостаточно хорошо излагает перона Это еще не значит, что, ну, как бы, там все мимо Ммм, ну да ладно Кстати, и теперь я сформулировал разъеб тотальный Абсолютный и тотальный разъеб этой статьи Я понял, в чем ее основная фундаментальная проблема На самом деле Потому что, исходя из контекста, который мы воспринимали изначально Казалось, что для Кардаша основной проблемой как раз является, ну, что-то вроде позиции там радикального Абсолютного, какого-то вот такого скептицизма Который буквально во всем сомневается То есть, да, вот эта проблема Но потом Кардаш внизу прояснил, что нет Мы не критикуем античных скептиков в основном, ну, кроме Агриппа в данном случае Мы не трогаем этих самых античных скептиков, соответственно Мы их конкретно вот сейчас, как бы, типа стороной обходим Они нам не интересны в данном случае Так вот И в конце был как раз аргумент Согласно которому В догматизме Обвинялись люди Которые называют себя скептиками Правильно, да? Вы поняли, вы поняли сейчас Смотрите Логическая ошибка, противоречие Здесь заключается непосредственно в том, что Кардаш Вроде бы хотел разъебать скептицизм Такой наиболее мощный, наиболее общий Вроде бы, по контексту И все в это в текст укладывалось А потом в прояснении он пояснил, что на самом деле Он имеет в виду прежде всего людей, которые озвучивают те или иные так называемые скептические аргументы А потом объявил контраргумент против, получается, людей Да, смотрите, давайте так Как бы нарисовать это Рисовать онлайн А то, мне кажется, слишком сложно говорю Как бы я это не сформулировал, получится слишком сложно Поэтому я сейчас нарисую Так Нарисовать-то будет, конечно, понятнее Так вот, смотрите Вот у нас, вот у нас, собственно, человек, который есть АС Абсолютный скептик Александр Садов Александр Садов А есть человек, который придерживается, соответственно, так называемых скептических ПСКА аргументов Человек, который придерживается скептических аргументов Вот Когда мы читали статью Когда мы читали статью Мы думали, что речь идет вот об этих людях И аргумент против этих людей был сформулирован таким вот образом Что эти люди Оказываются Не сомневаются в своем сомнении Не сомневаются в сомнении Да Не сомневаются Не сомневаются в сомнении И И, собственно, противодействие догматизму Противодействие догматизму, да? Окей То есть, в каком-то смысле, в каком смысле, да, это могло бы работать обвинение в сомнении, обвинение в догматизме против абсолютных скептиков, если бы абсолютные скептики реально были бы догматиками Но! Внезапно, внезапно вдруг выпрыгивает Кардаш со своим вот этим комментарием, да, читая статью Кардаша, он вот цифркой где-то выпрыгнул И вот это ПСКА, люди, которые, собственно, скептические аргументы озвучивают И он против них, оказывается, применяет этот термин То есть, мы сначала думали, что он применяет против реальных скептиков, что вполне допустимо и часто попадается в историю философии Но, как бы, блядь, как бы, блядь, кринж, это кринж все равно, но по другому основанию Но Кардаш обсирается здесь в том плане, что он называет скептиками тех людей, которые озвучивают скептические аргументы И, как он сам же написал, люди, которые озвучивают скептические аргументы, не являются абсолютными скептиками Да, чаще всего, почти всегда не являются абсолютными скептиками И одновременно с этим, и ввиду этого, имеют догмы Ну, мнение, убеждение, догмы, убеждение имеют, да? По своему же собственному убеждению То есть, да, они не думают, что они не имеют догм Понимаете, в чем дело? Основная проблема статьи, в итоге ее тотальное, абсолютное, бесконечное противоречие Заключается в том, что главный аргумент против скептиков, он не работает ни против абсолютных скептиков, если бы тема шла, если бы вся речь шла о них Не против людей, которые употребляют скептические аргументы, потому что они не являются скептиками Потому что они имеют догмы, они признают, что они имеют эти догмы И упрек в том, что они имеют какую-то догму Ничего им не делает Пам, блядь Ну, как вам такое, Илон Маск? Как вам такое? Вот это очень серьезная проблема Это реально очень серьезная проблема Вот если бы человек, который озвучивает скептические аргументы Неиронично считал бы себя скептиком Прям, ну, вот абсолютным скептиком Вот, да, то есть Вот если бы он был равен вот этому Тогда бы эта критика все равно не работала по тем причинам, которые я ответил На которые я озвучил, да, когда мы, соответственно, ну Выше все это комментировали То есть он либо не абсолютный скептик Либо вот эта хуйня не работает По понятной причине Кардаш ее знать, ну Он мог ее не знать Вполне понятно По каким причинам тоже Да, вот Но, сука Сука, еще раз Еще раз Так Широкий лейбл Так, догматику, который считал, что достиг некоторых Вонять как минимум двумя способами В первую очередь скептические аргументы Сценарии и подходы Скептические аргументы обычно делают то, что они направлены против видимой легкости В этой статье рассматривается скептицизм именно в этом смысле Так Все В этой статье рассматривается скептицизм именно в этом смысле Сегодня часто под скептицизмом подразумевают в первую очередь скептические аргументы, сценарии и подходы к различным философским проблемам, которые зачастую играют инструментальную роль в некотором необязательно скептическом рассуждении, блять Закрывайте, блять, увозим В катафалк увозим, короче Нет, пиздец Короче, реально увозим чувака в катафалк убит Только-только что он был убит, как бы Публичный расстрел произошел Это прям, ну, очень плохая статья по итогу оказалась Если в итоге прочитать прояснение, здесь слишком очевидное Здесь слишком очевидное противоречие Прям слишком толстое противоречие Печально Сравнить с Богом, то Нозик ставит интерес Все же Васил был сильнее, как оппонент Все же Васил, как оппонент, был сильнее Вопрос, а определился ли Бог с тем Будет ли мир персонажа Роберта Нозика Вымышленным или реальным Получается не только любопытная скептическая загадка конкретно для теистов Но интересная комбинация сценария в духе мозгов В бочке с проблемой юма Согласно которой нет логического способа доказать стабильность законов природы в будущем Иначе говоря, по Нозику нет логического способа доказать Что Бог, Творец, определился с тем Будет ли его творение действительностью или выдумкой 5. В оригинале подход именуется как фондотенализм Существует мнение, что фундаментализм Ну что, я полагаю, ответ на мою критику Эту ужасную, отвратительную, богомерзкую Будет крики о том, что Шадов, блядь, клоун Что он неправильно получил свою кандидатскую Незаслуженно Шадов, злодей, блядь Такие люди вообще не должны никак с философией быть связаны Я умный кардаш, я умный кардаш, блядь Я так много читал книги Но при этом я не смог написать непротиворечивую статью про скептицизм Хотя так сильно хотел Пу-пу-пу-пу-пу, блядь Как бы Вот интересно, а что он ответит? А что он в итоге ответит? Он признает, признает Ну вообще, если бы он посмотрел это интересно А что бы он ответил? Он признал бы ошибку, не признал бы ошибку Потому что ошибка, как по мне, ну прям дико на лицо Тут вообще просто всю эту статью надо закрывать И как бы не позориться Я правда понимаю, что не все это заметят Ну потому что для того, чтобы это заметить Наверное, надо быть Не то чтобы умным Надо просто быть непредвзятым в данном случае Многие люди предвзяты Им наоборот хочется разделаться со скептицизмом Как можно скорее Скептицизм их у многих людей пугает Нахуй, скептицизм не нужен Им бы хотелось отделаться от скептицизма И ввиду того, что многим людям хотелось бы отделаться от скептицизма Они с удовольствием примут даже такую противоречивую статью У меня вопрос скорее заключается в том А смог бы Кардаш, прослушав то, что мы сказали В итоге отказаться от всего Ну от значительной части написанного, получается Ну пересмотреть это, переработать Потому что если бы не смог Ну с такими явными противоречиями Мне кажется в таком случае Кардаш не является так называемым Рациональным агентом, простите меня То есть если Кардаш бомбанет И начнет оскорблять меня, например И больше не будет никаких содержательных комментариев Ну получается Кардаш не является Рациональным агентом А это греховно, греховно, блять, греховно Является не лучшим переводом этого термина Поскольку вызывает ненужные ассоциации С религиозным фундаментализмом И не отражает смысловых игр оригинала Основание, подготовка, отыскание Не только фундамент Я отчасти с этим согласен Но для этого текста выбираю вариант Который уже более или менее активно используется В русскоязычных публикациях Пусть будет так Шесть Говоря об альтернативах Можно изначально поставить иначе акцент В рассматриваемом вопросе И предполагаемом решениях Родерик Чезон противопоставляет Методизм и партикуляризм Как два подхода Которые по-разному начинают рассуждение Об основном На самом деле я сначала не хотел слушать дополнения Но прочерк задонатил просто переборчик Он чисто очень много задонатил Вот То есть даже сейчас Даже на данный момент У меня все еще передонат И ввиду этого Я решил еще дополнительно Ну вот эти дополнения все прояснить И если бы Мы этого не сделали Если бы мы этого не сделали Мы бы не обнаружили в итоге Вот эту вот интересную вещь Которую мы обнаружили Которую на самом деле Закапывает статью куда сильнее Чем все мои предыдущие комментарии По сути основная проблема Реально в итоге заключается в том Что Кардаш взял и прояснил А что он имеет ввиду под скептицизмом Под скептицизмом он имеет ввиду Собственно озвучивание Тех или иных СКА СКА получается Скептических аргументов Сценариев или лучше Скептических сценариев Аргументов Позиций А их озвучивают Опять же да Люди Которые не являются Абсолютными скептиками Которые и не утверждают Что у них как бы Ну как бы нету догм Вот так Как же Как же вкусно я покушал Сегодня ребят Как же вкусно я покушал Большое спасибо прочерку Скушал и не подавился Прям Как хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok